Говарда Филлипса Лавкрафта Говарда Филлипса Человек, который мне больше всего нравится Вот этот Роналд Бэнкс, он постоянно критует У него аж две психологические травмы И если я сейчас его на миссию не возьму То одна психологическая травма у него уйдет Плюс у Агаты психологическая травма И плюс у Рекса Мерфи Психологическая травма Поэтому очевидно берем вот этих вот ребят Значит магия слабый Дальний бой все этот обычный Но это хороший, сильный Ай, нет Вот так и вот так Ну и по оружию, по расходникам, блин, они ломаются, это, конечно, очень плохо, новый, кольт скоро сломается, револьвер новый, пара новых револьверов у меня есть, есть бронька, вот, и есть хилки, книги-хилки, книга к защите, это просто, ну, как бы, как он называется, артефакт, который действует постоянно, плюс труба. Ладно, давайте, наверное, добьем кольт, он достаточно быстро сломается, патронов очень мало, ага, кольт мы, скорее всего, не добьем, кстати, я же дробовик нашел в прошлой части, вот он он, на него у меня хотя бы патроны есть, потому что патроны под кольт, это, конечно, беда. Ладно, кольт тоже оставим, мы его добьем просто, ну, и выдадим, наверное, трубу, что еще остается, ближний бой в любом случае нужен. Так, телочке мы выдадим револьвер, вот, патронов в нем, к сожалению, пока нет, поэтому мы сольем отсюда и положим сюда, чтобы она могла пострелять хоть чуть-чуть. Также выдадим ей трубу и выдадим ей 4 аптечки, что еще остается, ну, и по одному слоту останется. Третьего детектива, как я понимаю, я найду, собственно, в самой игре, ну, в смысле, в самой миссии. Так, перемещение в бою минус 70, бонус исцеления, хрен его знает, остальное у меня просто все вроде и не надо, защита. Вот мне бы на самом деле книги с дальним уроном, вот это было бы очень полезно, плюс есть часы с мифами, ну, с мифами я вроде более-менее справляюсь, мне бы скорее вот что-нибудь типа сигарет или чего-то такого, но, к сожалению, тут сигареты очень редко выпадают и постоянно с психологическим здоровьем у моих персонажей проблемы, поэтому вечно они возвращаются с миссией, с травмами, что мне, конечно, не очень сильно нравится. Так, используйте навыки вашего сыщика с умом. Бэнкс отлично владеет огнестрельным оружием, что обходится ему на одно очко меньше. Да, Бэнкс топовый, блин, персонаж, реально стреляет, он, во-первых, на одно очко действия меньше, во-вторых, он постоянно критует, и это очень круто, вот, но, блин, две травмы, это, конечно, беда-печаль, поэтому пусть пока что посидит, собственно, и покурит. Так, вы напрасно тратите время, преследуя этого Лануи, в лучшем случае он ненадежен, в худшем откровенный лжец. Во всяком случае, Новый Орлеан — прекрасный город для посещения, никогда не знаешь, что найдешь за следующим углом. Конечно, не все, что здесь можно найти, является приятным сюрпризом. Я надеюсь, что на этих незнакомых улицах с вами не случится ничего трагического. Мне кажется, наша мертвая ученая намекает, что случится все-таки что-то трагическое. Ну, шубни-гурат мы уже познакомились, так сказать, интересно, кто следующий из великих монстров Лавкрафта будет у нас представлен. Так, наконец-то мы во французском квартале, а впереди площадь Джексона. Если Рекс сказал нам правду, мы найдем магазин Альфонса Лануи на глухой улочке неподалеку. Я все равно считаю, что этому Лануи нельзя доверять. Да мы никому и не доверяем. Так, а вот с часами, да, кстати, с часами мифов можно было на самом деле и взять. Так, что у нас тут? Житель Нового Орлеана. Ничего интересного. Так, ближайший куст может скрывать что-то интересное. Вы можете найти это, если проверите вокруг. Мне нужно прикоснуться к нему, чтобы принять решение. Надо тронуться. Так, 4 патрона на дробовика. Для дробовика. Это хорошо. На самом деле, с патронами беда, печаль. С другой стороны, тот же самый дробовик. Потом еще и сдохнуть умудрится. Я уверен. У меня причем на пистолет патроны. Вообще хорошо. Так, плюс 1 к рассудку. Но у меня и так рассудок полный, поэтому оно не помогает. Ладно, давайте искать дальше. Карманные часы. Ага, вот, стрелки мифов. Это хорошо. Давайте применим их сразу, потому что у меня уже стрелки мифов почти практически на максимуме. Поэтому сразу мифы сбросим. Это нам поможет. Такс. Нужно все осматривать, потому что только так можно что-нибудь находить. Стадо Альгеди должно иметь какие-то высокие стандарты членства. Они отказали мне, хотя я изучал ночное небо в течение 12 лет. Интересно, что у них за особые требования. Ну, как тебе сказать, призывать всякую потустороннюю ебалу в наш мир. Вот. Ну и козлам поклоняться. В принципе, все. Так, вы здесь на празднике Мардегра. Парад проходил прямо на этой улице. Я слышала. Новая организация под названием Стадо Альгеди потратила на них кучу денег. Ну, ладно. Информация, которая нам, в принципе, ничего не дает пока что. Так, что у нас тут еще? О чем она думала? Моя младшая Милред, когда убежала поиграть со своими друзьями в заливе. Что ж, можете быть уверены. Я ей запретил. Ни один из моих детей не пойдет туда, но с этой ведьмой, которая только и ждет, чтобы схватить ее. А, ну про залив рассказывали, что там вот это стадо похищало людей, чтобы, типа, местных оттуда отпугнуть. Так, среди мусора в ведре вы замечаете что-то примечательное. Колючая проволока. Урон от атаки в ближнем бою плюс 2. Прикольный артефакт на самом деле. Давайте, наверное, выдадим... Ну, этот у нас больше стрелок. Поэтому выдадим женщине. Вот, она будет в основном другое размахивать. Вам нужны дополнительные руки. Блин, я знаю. Спасибо, конечно, за совет, госпожа ученая. Так, чувачела в маске. В маске? Или в чем он? Не, не в маске, мне показалось. Вы слышали, что стадо Альгеди в этом году готовит еще одну площадку для парада Мордигра? Я не знаю, как зайдут прошлогодние показатели. Когда воздушный шар взорвался, мы все подумали, что это несчастный случай. Но потом повсюду полетели звезды. Потрясающе. Ну, понятно, что это стадо делает вид, что мы такие молодцы, городу помогаем. А на самом деле, блин, поклоняются козлам. На кирпичную стену наклеен нарисованный вручную плакат с изображением девушки. В сообщении говорится, что она пропала. Пропавшие люди, это понятно. На плакате с жирными буквами на мутном извивающемся черно-зеленом фоне написано мифы. Вы не считаете это название фирмы? Но не можете избавиться от ощущения, что это слово имеет некую связь с недавними странными событиями в вашей жизни. Ну, мифы это ж типа... Ну, тут названы так древние боги, да? Точнее, древние пакости от древних богов, которые они нам подкидывают. Так, можно вправо идти, можно влево идти. Вот там еще что-то можно посмотреть. Походу, мне дали достаточно большую локацию с проходками. Вот, и типа с интересными местами. Ага, это его лавка, да? Старый магазин Вуду, должно быть это то самое место. Дверь заперта. Мистер Лануи, мы пришли поговорить с вами. Выбирайтесь из моего магазина. Вам так легко меня не обмануть, вы кровавые убийцы. Что? Мы не... Я предупреждала вас, что ему нельзя верить. Мистер Лануи, мы здесь просто чтобы поговорить. Уходите немедленно, пока я не вызвал полицию. Похоже, он рассержен. Возможно, кто-нибудь из его соседей даст совет, как нам поговорить с ним. Понятно. Понятно. Пока что мистер Лануи со мной общаться не хочет. В любом случае, надо проверять все, что можно. Особенно людей. Так, нет совета. Мужчина избегает длительного контакта. Возможно, он мог бы направить вас к месту назначения. Очаровать, запугать. Давайте очаруем. Неправильно, запугать. Так, Альфонс Лануи отвечает человек. Я знаю его достаточно хорошо, чтобы переходить улицу вместе с ним. Единственного человека, которого он считает другом, зовут Арестит. Иногда я вижу, как они сидят перед площадью Джексона. Не могли бы пожертвовать мне 10 центов? Нет. У меня нет такого показателя, как деньги. В принципе, как такового. Так, машине. Автомобиль самой последней модели. Нельзя не остановиться и не полюбоваться этим видом. Я думаю, я из него что-нибудь возьму. Например. Так, Альфонс Лануи, извините, мне не знакомо это имя. Хотя, может, и не такая уж большая локация. Так, откуда мне быть уверенным, что вы друг Лануи? Мне кажется, что вы только причините неприятности. Угрожаем. Сразу угрожаем. И это неправильно. Надо было очаровать. Ну ладно, полагаю, у вас все улажно. Поговорите с Арстидом. Он друг Лануи. Вы можете его найти в площади. Спасибо, мне это уже сказали. Я просто мифы, блин, на вас трачу. Мне сейчас опять дебафы на меня накидают. Класс. А тут вообще помутнение рассудка прилетело. Ай, плохо, плохо, плохо. Ну, пошли обратно. Пошли обратно и в ту сторону. Площадь Дженкинса. Или как она там, как они ее назвали. Такое ощущение, что я, не знаю, шарю в географии Нового Орлеана. И для меня это так просто. Опа, ящичек. Ящичек с патронами на дробовик. Ну, неплохо, неплохо. На самом деле, 17 патронов на дробовик. Это уже хоть что-то. Мне бы на пистолет еще патроны. Ну, или второй дробовик, например. Так, что это за красная полоса? Это намек, что там будут противники? Мне кажется, да, это намек, что там будут противники. Ну, погнали. Ой, что нет? Эти мужчины угрожают этой женщине. Давайте поможем ей. Такс. Мари Ламбау, новый сыщик. Ага. Так, артистка. У Мари меньше шансов применить дикое заклинание. Короче, она в общем... Меньше шансов применить дикое заклинание, но при этом магия сильная. То есть она мах. Но при этом меньше шансов применить дикое заклинание. Звучит странно? Мягко говоря. Так, у нас есть дробовичик. Дробовичик. И с дробовичиком мы будем сейчас кого-нибудь валить. Давайте вот этого, наверное, который 20. А, так, он с... Он тоже с дробовиком. Не, нам валить надо, значит, того, кто в ближнем бою и будет бежать ко мне. Но у меня же такое ощущение, что они все будут бежать к той, к подруге, к артистке. То есть мне нужно, чтобы они в любом случае двигались. Вот, поэтому... Этот будет стоять на месте. Тут бесполезно сюда стрелять. 26, 26. Ну, блин, ну что делать? Хорошо, крит выдали. И вот сюда вот кинули... Ээээ... Ээээ... Наблюдение. Ты у нас ближнебойка. Да? И... Удар стоит 4. Я просто не уверен, что я за 1... За 1 очко подойду. Да, за 1 очко я только вот так вот подойду. Я не смогу ударить. Шо не гарно. Шо явно не гарно. Ну, давайте, ладно. Подходим в упор. Просто сокращаем дистанцию. Ударить я могу кулаком бессмысленно. Наверное, лучше уже стрелять. Что поделать? Хоть патронов и нет. Ну... Что-то не хочет стрелять. А, пистолет тоже, блин, 3, 4. Я все время забываю, все время ориентируюсь на того персонажа, которого на 1 AD меньше. Ну ладно, блин, бьем кулаком. У него плюс 2 к урону, а шо остается? Хоть на 4 ударила. Так, на 6 я получаю плюху. А у него, короче, дробовичок покруче. У меня, блин, этот обрез двухствольный всего-то. Так, тут сработало все, как я и предполагал. Этого минус нули. Урон он не нанес. Что здорово. Ну, этот сейчас начнет двигаться. Решили они мою женщину запинать. У меня есть еще одна женщина, и что у нее по вооружению? Только нож. Еще и удар 4, и удар кулаком 4. Да, она магичка по полной программе. То есть мне надо срезать расстояние, да, с одной стороны. А с другой стороны я ни хрена не смогу сделать, потому что у меня просто столько очков действий нет. Даже близко. Не знаю, вот так. Вот так. Вдруг просто кто-то начнет двигаться. Может, хоть так чуть-чуть поможет. Так, кончились патроны. Тут еще перезарядка, блин. А дробовик потом... Не, а выстрел 3 очка. 3 очка выстрел, так что ладно, нормально. Стреляем в дальника, конечно же. Есть крит на 15, что здорово. И... Так, что здесь мы можем? Как бы так раскидаться, чтобы интересно было по очкам действия. Ну, в любом случае, мне нужно добивать бандита, у которого 1 хп. В принципе, я могу его добить и кулаком, я думаю. Вот. У нас бонус к урону. У этого чувака... Вот если бы я мог... Его заставить двигаться с места, естественно, мы кинем наблюдение, но он двигаться не будет. Он будет бить. Ну, логично, как бы. Так, магичка наша, да? Ударить можешь? Слишком далеко, да твоюши налево. Вот так вот сможешь. Давай. Ну. А, ебать, у нее очки улетают. Просто в никуда. Я ей ни одного удара не нанес, реально. Ну, это жопа какая-то. Так, этим мы можем выстрелить или... Ну, давайте стреляем. Стреляем и перезаряжаемся. Хотя 6 хп можно и подход сделать. Так. Тут уже лучше дубинками его допинывать. Потому что других вариантов все равно нет. Блин, как дорого использовать дубинки не у нормальных персонажей. Что-то эти персонажи мне вообще не нравятся. Ну, точнее, тот, которого я изначально выбрал нормаз. А эти какие-то напряжные. Так, на 10. 10 хп остается плюс слепота. Ладно. Куда пойдет урон? Пойдет он в телочку. Ну что, первый удар нанесешь, магичка? Мать твою. Всем урона нормально. Влияние мифа. Все сыщики должны пройти две проверки рассудка. Ого. Класс. Сейчас просто поотлетало опять. Какого хрена? Как мне потом вот этот опять рассудок восстанавливать? Слишком далеко. Да господи, че вы, блин, бить нормально не можете? Давай. Уничтожай эту тварь. Сыщика третьего мы-то получили. Только вот хренали толку. Благодарю вас за помощь. Не знаю, что бы случилось, если бы вы не появились. Пожалуйста, кто были эти люди? Я их раньше никогда не видела. Они загнали меня в угол, как только я вышла из клуба. Наверное, они слышали, как я там пела. Вас я тоже раньше не видела, что привело вас во французский квартал? Нам нужно поговорить с Альфонсом Ланую в его магазине Вуду, но он, похоже, не горит желанием пустить нас внутрь. Мистер Лануя? Он дружил с моей покойной бабушкой. Он, может, помнит меня. Мы с радостью бы вас приняли в свою компанию, но в последнее время рядом с нами не всегда безопасно. О, не беспокойтесь обо мне. Я смогу поставить за себя, кроме тех случаев, когда меня превосходит числом трое на одного. О, не знаю, можно ли доверять местному проводнику, которого вы встретили, но будем надеяться, что она запомнила вашу услугу по ее спасению. Можно, нельзя. Хилить надо. Хилить надо народ. Так. А, блин, опять не та кнопка. Так. Применить. В любом случае, мы ее отхиливаем. Перезаряжаем двухстволку. Четыре очка действия. Блин, как дорого. Но она вообще не предназначена для ближнего боя. Она магичка. А магического оружия у меня пока что немая. Так, тут у нас что? Дверь в спикизи. Длинный бар и дюжина уютных столиков. Ага, это она там, судя по всему, она отсюда вышла. Ладно, давайте посмотрим, что тут по дропу. Совет. Атлетизм. Нет совета. Ааа, свежий деревянный ящик. Давайте паром сломать. Неправильно. Потряски. Тоже неправильно. Блин, у меня удача прям, прям поразительная. Так. Ай, зараза. Не та кнопка. Переместить. Да. Три аптечки это хорошо, но... Получить из-за этого две хреновины мифов. Это тоже не слишком хорошо. Радиатор. Я не знаю, зачем эти радиаторы вообще нужны. Я не понимаю, как их использовать. Возможно, их можно использовать в бою. Но пока я вообще не понимаю, зачем они нужны. Мне кажется, их вообще можно просто выкидывать. Продать, если бы можно было, если бы здесь был какой-то вариант, там, не знаю, лавки, где можно патроны купить. Я бы понял. Понял. Так. После того, как мой друг Дэвид присоединился к стаду Альгеди в прошлом году, он начал вести себя высокомерно и властно. Он слишком хорош, чтобы со мной разговаривать долго. Лануи, вы имеете ввиду владельца того странного магазина? Да, я видел его где-то поблизости, но он странный тип. Не знаю, смог бы я доверить ему, будь я на вашем месте. Доверяйте. Это похоже на площадь. Похоже на площадь. Тут, по крайней мере, похоже на дроп. Слишком много всего. Сейчас я не могу разобраться в них. Опустошить, изучить, значит. А чё? Опустошить. Ёлки-палки. Ладно, с другой стороны, здесь нам выдали дробовичок. На него у нас есть как бы патроны. Вручим его нашей певице, потому что она что-то вообще с ножом управляется, мягко говоря, хреново. Вот. Ну, с дробовиком может будет получше. Дробовик это хорошо. Так, плюс один к рассудку. Неплохо. Тоже неплохо, потому что рассудок надо беречь. Грязные бинты нахер не надо. Оно бьет по рассудку, а рассудка у нас и так с ним проблемы. Так, есть у нас два товарища. Да, я знаю, это маленькое кафе, тут подают самый вкусный чай. Но если бы только оно, я не успел прочитать. Вот. Если бы только оно, я не успел прочитать. Ага, я слышал слухи о доме ведьмы, говорил мужчина. Говорят, он находится далеко в заливе, где был заброшен целую вечность. Я слышал, там сейчас живет пожилая леди, которая колдует. Если вы подойдете слишком близко, то сможете услышать крики бедала, которых она приносит в жертву. Да, большая локация. Я слышал, что мэр задолжал этому стаду Альгеди особую услугу после того, как они помогли ему с так называемой медицинской проблемой. Тут еще у нас что-то есть. Опять грязные бинты. Оно. Нет, грязные бинты с собой мы брать не будем, женщина. Обойдемся без них. Мы постараемся просто с вот этими всеми ребятами все пообсуждать. Лануй, я давно его не видел. В последнее время я замечал, как его приятель сидит в одиночестве. Постоянно делает запись. Интересно, что он пишет. А где он сидит? Но я здесь уже был, да? Я отсюда пришел. Где я еще был так, чтобы найти этого приятеля? В принципе, мне уже эта певичка сказала, что он знаком с своей бабушкой. Может, через нее он может меня пустить. Но мне было интересно было найти этого и приятеля. Я что-то его не вижу. Тут вроде ничего нет. Тут я со всеми пообщался, все посмотрел. И на дыбал дробовик, который явно лишним не будет. Ладно, значит, сюда двигаемся еще. Так, уличный киоск. Ничего интересного. Газеты. Газетная статья о праздновании Мордегра. Тоже ничего интересного, никаких записей не происходит. И тупик. Так, будь более внимательный осмотр, мог бы мне кое-что дать. Значит, изучить, да? Ох, вот это прям хорошо. Во-первых, патроны, во-вторых, ствол. Вот только куда его перемещать? Ну, тут у меня ствол вообще в убитом состоянии, да? Давайте его уже просто добьем до состояния говна. И как раз освободится ячейка. Ладно, не зря сходил пистолет. Это хорошо, пистолет это пригодится. Ладно, идем, 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 собственно, к самому этому вуддисту. Судя по всему, я был везде. Вроде, да. И что-то товарища этого Лануи я не нашел. Или вот здесь я еще не был. Не, был, здесь я эту освободил. Ой, артистку. Певицу-артистку. Так, сюда. Ну, пробуем еще раз с певицей-артисткой. Дверь магазина Альфонса Лануи, он заперся, и никого не хочет видеть. Ну, а как мне поговорить через артистку? Она сказала, что, типа, его знает. Я просто не совсем понимаю, про какую площадь они говорят. Я все-таки, наверное, должен найти его товарища. Но при этом я же везде уже был. Или нет? Там перекрыто. Да, или туда я не попаду. Понятно. Ладно, давайте двигаться по этой улице. Может, здесь еще мне нужно что-то осмотреть. Он все время что-то пишет. Типа, удивительно, что здесь я осматривал, осматривал. Ну, вроде я уже везде был. А, вот с этой женщиной я не разговаривал. Ну, давайте попробуем. Так, общение. Женщина нервно полядают по сторонам. Если бы вы могли успокоить, она, возможно, смогла бы поговорить. Ну, давайте пробуем успокоить. Вы знаете, что Лануи означает ночь. Может быть, именно поэтому он выходит только после наступления темноты. На улице он обычно проводит время с человеком по имени Арстед, который ждет его под уличным фонарем. Ну, время-то я перемотать здесь не могу, правильно? Правильно. Это не похоже на площадь. Это похоже на сквер. Туда прохода нет. Туда. С тобой мы разговариваем. О! Вы замечаете старика явно кажущегося коджунской... А, явно коджунской внешности. Он приветствует вас широкой улыбкой. Что привело вас к старику Арстеду в мой солнечный день, друзья мои? Так. Неподходящее действие заставят часы площадь Джексона, Альфонс Лануи и магазин Вуду. Лануи. Вы знакомы с моим товарищем Альфонсом? Отличный парень, и так ли? Он всегда находит время, чтобы поболтать со мной. В последнее время он кажется встревоженным, может быть, даже напуганным. Он теперь почти не выходит из дома, даже чтобы выпить бутылочку вина со своим старым приятелем Арстедом. Вы не знаете, что сделало Альфонса таким затворником? Это стадо Альгеди, Мардигра, Черные Козы. Ну, наверное, он взаимодействовал со стадом Альгеди, правильно же? Альфонс упоминал это название как раз перед тем, как начал вести себя так странно. Вы говорите, что эти люди напали на вас, и все верно, тогда они могли навредить и Альфонсу. Вот, покажите ему этот символ. Он сказал мне, что это символ мира. Если вы скажете, что получили его от друга Арстеда, он поможет вам, я надеюсь. Найден предмет, знак древних. Все, что нам нужно сделать, это показать Лануи этот символ. Звучит довольно просто. Давайте попробуем. Давайте. Только я бы сначала... Так, мы продвинулись на шаг вперед или на шаг назад. В окно добавлена улика. Я бы на самом деле сохранился. В принципе, еще ни одной загрузки я не использовал, но с другой стороны, по-моему, противники становятся все сложнее и сложнее. Так, ничего у нас в мусорнике нет. Ага, вот тут мы еще не посмотрели. Что тут? Продуктовый магазин в конце улицы. Полон покупателей. Понятно, ничего интересного. Можно было просто посмотреть. Ладно, символ нам дали. Блин, вот так вот, когда на него смотришь, такое ощущение, что он в маске. Но он не в маске. Здесь я вроде это все рассматривал. Ну, пошли в магазин. Может, стоило похилиться? Ладно. Пока не будем. Ну, постучать. Вы стучите в дверь и уже слышите несдержанность доначащуюся с другой стороны. Но у меня есть это, мультипаспорт. Лилу Даллас. Мистер Лануи. Я сказал вам, убирайтесь. Убирайтесь. Мистер Лануи, нам сказали показать вам этот знак. А, так вы просите убежище? Очень хорошо, если Арстит поручается за вас. Можете войти внутрь. Ну, чувачок явно имеет какое-то отношение к Вуду. Блин, реально, вот чуть бы на графончика накрутили. Было бы хорошо. Но, к сожалению, не накрутили. Ладно, теперь, когда я посмотрел на вас поближе, должен сказать, что вы не очень похожи на убийц, что вам нужно. Почему вы ожидали убийц? Все, что я могу сказать, это, что кто-то там хочет убить меня. И я не сделаю ни шагу за пределы своего дома, пока не буду уверен, что угроза миновала. А теперь ответьте на мой вопрос, чего вы хотите. Мы расследуем смерть друга. Он был убит недавно. След привел к члену стада Алгедя. Вы общаетесь со стадом? В этом случае вы мои враги. Но защита магазина должна была помешать вам войти. Я просто... Подождите, нет, стада нам не друзья. Это так. Что ж, правда это или нет, но я не понимаю, какое отношение все это имеет ко мне. Репортер по имени Рекс Мёрфи указал нам на это место и предположил, что у вас может быть больше информации о них. Более того, наш покойный друг, профессор Тиллингаст, упоминал о вас в своих записях. Тиллингаст? Вы друзья Эвеликельмина Тиллингаст? Да, но при этом сама Тиллингаст говорила хер ему доверять. Да, совсем недавно в Археме мы... И вы говорите, что она мертва? Вы действительно видели её труп? Да, именно поэтому мы... О нет, 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 всё зашло гораздо дальше, чем я себе представлял. Неудивительно, что они преследуют меня. Что зашло дальше? Кто преследует вас? До стада, конечно, они стоят за всем этим. Быстрее, нельзя терять времени. О чём говорит отбрюжащий Олух и то, что он постоянно перебивает вас, как грубо. Подождите минутку. Энглберт, он мой помощник, я послал его проникнуть в стадо и узнать, какие у них могут быть планы на меня. Если Тиллингаст мертва, то боюсь, что он может быть следующим. Я не осмелюсь покинуть защиту своего магазина, вы должны найти его и привезти сюда. Выйдя из моего магазина, сделайте два поворота направо. И его дом с красной дверью сразу за кафе. Направо, ладно. Всё это уже слишком. Держу пари, он просто посылает нас в погоню за дикими гусями, чтобы избавиться от вас. Так-с. Но при этом у него магазинчик. Вот как насчёт начать со мной торговать? Это выйти, да? Явно. Как насчёт со мной поторговать, а? Выйдя из моего магазина, сделайте два поворота направо. Ну это я понял. Давайте осмотрим, что здесь. Талинственный объект, который привлекает ваше внимание. Вы понятия не имеете, что он делает, но если он в магазине ланует, то должен быть особенным взять. И что я получаю? Вы тянетесь к объекту. И что? Смотрите глазами, а не руками. Вы что, дети? А, короче, не дают мне его спереть, да? Жалко. Я уже был готов совершить кражу. Талинственный объект. Вы тянетесь к объекту. Ну опять мне не дают его спереть, да? Если вы собираетесь покупать, оставьте товар в покое. Да хорошо, я готов купить. Ну типа у меня нет такого даже показателя, как деньги. Воу, там какая-то штука. Таинственный объект, ну. И он это мне не даст украсть. Вы что, сарая родились? Неужели мать не учила вас хорошим манерам? В Холливу. И после этого идет сохранение. Ну то есть, как бы, эти объекты есть, но при этом я ничего из них не могу взять. А поторговать можно? Нет. Поторговать тоже нельзя. Странно, мягко говоря. Так, давайте, наверное, похилимся. Применить вот сюда. Пока хилки есть, лучше их использовать. Так, применить. И вот этого мы тоже отхилим до максимума. И, наверное, наверное, давайте пока что переместим этот пистолет вот сюда, чтобы не теряться, из какого будет стрелять наш основной персонаж, так сказать, которого я в самом начале выбрал. Ладно, выходим. Два поворота направо и после кафе. Раз направо. Наверное. Наверное, мне сюда. Так, здесь тупик. Два направо. Вот оно кафе. А где его дом? Ну это тоже кафе, как бы. И красный дом. Ну вот, вот красный дом. Похоже это на дом нашего товарища? Вроде похоже. Только войти я сюда не могу. Вроде сделал два направо. Как сказали. Может, еще раз направо? О, красная дверь. Возможно, сюда. Значит, было три направо. Так, вот и красная дверь. Это должно быть дом Энглберга. Дверь приоткрыта. Должно быть, кто-то ушел в спешке. Нам лучше заглянуть внутрь. Ну погнали. Заглядывать внутрь. О, да, обстановочка такая себе. О, это должно быть помощник. Это правильный адрес, все точно. Когда же закончится этот трагический след? Моя смерть была только началом. Он умер совсем недавно. Я не был так уверен в истории Лануи с убийцей, но он был прав. Он может стать следующим, если мы ничего не предпримем. Будь осторожны, друзья. Тот, кто отправляется на охоту за тигром, сам может стать жертвой тигра. Убийцы наверняка оставили следы или не смог найти улики, которые Энглберг спрятал от посторонних глаз. Мы должны обыскать на место, прежде чем преследовать убийцу. Так, ну если я его осмотрю, это, скорее всего, даст мне по голове. Так, не нужно прикасаться к трупу. Беглый осмотр расскажет нам то, что нужно. Тщательно обыскать, осмотреть. Найдинг лоскут красного одеяния. Из сжатого кулака вы вытаскиваете кулачок красной ткани с характерным рисунком. Должно быть, он оторвал его убийцы. Вы также замечаете, что его руки мокрые, но не от крови. Отчего? Вот это вот, посмотрите. От лужицы кофе из упавшей чашки все еще идет пар. Должно быть, кофе пролили недавно. Ну, то есть, убийство прям свежее-свежее. Потребуется время, чтобы посмотреть все это. Но, возможно, на того стоит. Значит, внимательно смотреть. Среди множества простой одежды, вы находите одежду стада Альгедя. Энглберт должен был использовать ее, чтобы проникнуть в культ. Ну, как бы, какую-то зацепку дает. Я не знаю. Так, книга. Цена 3 очка действия. Восстановление здоровья. Это хилка, да? Значит, мы тогда... Нет, не использовать. Пожалуйста, переместить вот сюда. Тетрис, блядь, с этим инвентарем. И переместить вот ей. Она вроде мах, и она сможет за 4... За 2 даже очка действия. То есть, 2 раза заход восстановить по 10 хп. Но это очень удобно. Короче, книга явно нам пригодится. Ну, здесь вроде все. А что еще должно было остаться? Ладно, тут есть еще другие комнаты. Вот, например. Ванна. Так, картина какая-то. Я могу осторожно поднять предмет, чтобы не сломать его. Поднять, поправить. Поднять. За рамкой кто-то спрятал нацарапанный символ мира запиской. Показать ванну, если он не поверит. Ну, такой символ у меня уже есть. Так, лучший старт с чистого листа. Возможно, опустошить. Это будет лучше. Опустошить. Найден предмет записка о портале. В воде вы находите промокшу записку, очевидно, вырванную из книги. В строках расплывающихся чернил вы еще можете разобрать сообщение. Скажи, ланую, в заливе открылся портал. Будем надеяться, что это не просто отвлекающий маневр. Но явно они хотят призвать Шубнигурат. Вот. И, наверное, она будет последним боссом. Ну, как, что-то мне так кажется. Так, лучший старт с чистого листа. Опустошить. Опустошаем. Помутнень. Блин, класс. Мало того, что просто я правильно все сделаю, и при этом долбануло помутнение рассудка. Вы считали, что попробовать стоило, но все было зря. Вы не находите ничего, кроме засохшей еды. Класс. Пройди квест и получи еще и минус. Так, духовка закрыта. По-видимому мало использовать. Возможно, что-то внутри спрятать. Найти улики, тянуться за всех сил. Потянем. Потянем. Нашли мы пули. Давайте сюда их дозарядим. Чтоб этот пистолет уже добить. А потом будем со всем остальным напрягаться. Ну, пули это хорошо. Так. На столешнице лежит испачканная, потрепанная книга рецептов. Она видела лучшие времена прочитать. Булочки. Все булочек. Небольшой бисквит, взбейте яйца, раскатайте тесто. Дофига мне эти рецепты. Я, если честно, не совсем понимаю, зачем вообще-то подобные активности оставлять. Ну, вроде все. Вроде все. Хотя вот тут еще можно посмотреть, да? Так. Тут может потребоваться внимательное прочтение. Поднять, изучить. Изучить. Несколько прядей черных волос упали на пол рядом с пятном крови. Возможно, борясь за свою жизнь, Энгл Берт оставил еще один ключ к разгадке личности своего убийцы. Вроде все. Мы тут все посетили. Там уже входа нет, да? Значит, выходим. Блин, с улицы эта дверь казалась какой-то другой. Как по мне. Прям совсем другой. Ладно. Ничего мы, по сути, интересного не нашли. Нашли труп. Мне бы сейчас еще эти часы, которые мифы сбрасывают. Вообще бы хорошо было. Так, по-моему, по-моему, нам сюда. Мы с тобой разговаривали, женщина? У нас был один гость безумно красивой шляпи. Вы никогда раньше не видели ничего подобного. Мне следовало спросить, где я могла купить такую же. Шляпа. Ну, про шляпу у меня вроде ничего. В блокаду добавлена улика. Ну, гости, гости, но в шляпе и в шляпе. Ну и шо? А вот кто-то в шляпе. Так, рядом с кафе стоит белая женщина с черными волосами. На ней модная шляпка и красное платье. Ага! Хотите обвинить? Не, пока не хочу. Ну, типа черные волосы, да, намек. Кусок красной ткани. А платье порвано или нет? Я могу ее осмотреть. Ладно, давайте глянем улики. Так, избавиться от убийцы. Поспрашивать в кафе для получения информации. Противостоять убийце. Избавиться от убийцы. История понятна. Сыщики враги. Обитатели лечебницы. Стадо Альгедия. Возродившиеся. Козлоподобный монстр. Воры. А улики где? Простите. Нет мифов. Улик тоже нет. Блин, у нее классный, конечно, урон с этим, с бафом. А если это оружие ближнего боя, пихнуть еще чуваку, который специализируется на ближнем бою, еще и с бафом, будет вообще хорошо. Ну ладно. Ну обвиняем. Черные волосы, красное платье. Ты виновата. Теперь мы тебя поймали, убийца. Я не понимаю, о чем вы. Вам нас не одурачит, мы знаем, кто вы, и вы никуда не сбежите. Так. А, и тут сразу появляется культист. Ну, наверное, я правильно обвинил, при этом она еще и со стволом. А культист где, простите? А, культист вообще вот там. Так, смогу ли я завалить заход? Не смогу. Вот. Культист двигаться на меня не будет, он мах. Поэтому. Так, мы берем этот пистолет, мы его собирались добивать. Да? Нет, стрелять мы будем не по культисту, стрелять мы будем по ней, причем мы сможем два выстрела. Да не по культисту, блять. Вот так. Раз. И еще раз. Так, пистолет сломался. Хорошо. У меня остается одно очко действия, на него я не сделаю ничего. Ну, можно начать двигаться, конечно, в какой-нибудь из сторон. Ну, давайте двигаться. Какая разница тут? Не зависит попадание от расстояний. Поэтому можно, в принципе, где угодно находиться. Может, до культиста сможем дойти, чтобы трубой по голове настучать. Десять. Многовато, многовато. Такс. Это у нас ближний бой, когда слишком далеко. Господи, женщина, что ты такая? Такая моя. Так, ударить сможем? У нас еще и бонус к урону, так сказать. Тащим. Культист ее сейчас, скорее всего, отхиляет, да? Именно это он и сделал. Такс. Это тоже у нас умеет хилять и умеет стрелять. Просто я не знаю, я смогу с негром снести за ход 14 хп. Мне кажется, не смогу. Чего-то у меня такие подозрения. Нет, стреляем мы не в культисты, стреляем мы в нее. Отлично, еще и крит прошел. Шикардос. Вот это шикардос на самом-то деле. И тогда ей можно даже подвигаться. Хорошо. Да, конец хода, да. Так, сты у нас, сты у нас стрелок. Ну, давайте, не знаю, добивать пистолеты. Потому что, блин, патронов на них не так много. На дробовике как-то патронов побольше. Поэтому, в принципе... Двигаться он точно не будет. Поэтому двигаться придется мне. Можно перезарядиться, конечно. Прямо в упор подойдем, чтобы дальше его трубой можно было огреть. Да. Это у нас ближний бой, когда. А, нет, хотя у меня есть пистолет. У меня есть пистолет, в принципе. В принципе, в принципе. Три очка действия. Ладно, чуть-чуть хотя бы уже проснесем. Ух! С критом на 11 и перезарядим. То есть, будет так. Все равно эти очки пока что мне не нужны. Ах, так. Пробило, пробило, пробило. Ладно. Используем книгу. Она исцеляет. Да, на него мы и используем. Чтоб обычные хилки не тратить. Исцеление на 10. И еще раз мы сможем использовать книгу. И вот тоже еще раз на 10. Оп! Нормаз. Нормаз. А что он получил 5 урона? Это типа было дикое заклинание? Шанс дикого заклинания 50%. Я не понял, почему он получил урон. Ну ладно. И сейчас мы... Влияние мифа. Защита врагов в дальнем бою увеличена до конца боя. Понятно. Ну, конец боя у нас уже прям тут. Поэтому достаем трубу. И добиваем этого товарища. Не, вообще малой кровью. С хилками, конечно, это удобно, это хорошо. Искритание. А, я провалила свою миссию. И стадо, и великий. Как же вам повезло, друзья мои, одолеть такого смертельного врага. Теперь, когда убийца убран с дороги, пришло время возвращаться в Лануи. Теперь он обязан нам помочь. Почему вы, Лануи? К Лануи, наверное. Если вы же ожидаете от него благодарности, боюсь, вы будете сильно разочарованы. Что это за блокнот торчит из кармана убийцы? В нем есть что-то... Что-нибудь касательно устранения Лануи? Подожди. Есть еще кое-что о профессоре Тиленгаст. Проводить Тиленгаст до ведьминого дома в заливе. Интересно, чего они там от нее хотели? Может, Тиленгаст это и есть главный плохой человек в нашей игре? Ну, типа, ее тело пропало, Лануи говорит, ну, вряд ли она умерла. Вот. Поэтому, ну, разные мысли. Собственно, это навевает. Перезарядимый это, это так. Книга исцеления новая. Не, книга класс. За 2 очка действия, блин, 10 хп восстановления. Плюс еще и 50% шанс нанести урон. Ну, очень хорошая штука. С такими книгами можно... Но она тоже, как я понимаю, просто будет уничтожаться. Ладно. Я думаю, он сейчас пропадет. Я не пропал. Почему вы вернулись без Энгелберта? Только не говорите, что с ним что-то случилось. Мы опоздали и не успели спасти его, но мы нашли убийцу и расправились с ней. Я же говорил вам, вы мне не верили, но это была правда. Полагаю, я должен поблагодарить вас, даже если вы не смогли спасти бедного, дорогого Энгелберта. Мы нашли записку, которую он спрятал в своей квартире. Там что-то говорилось о вас и о портале в заливе, что вы об этом знаете. Как я и подозревал, увы, Энгелберта хорошо служил мне до самой своей смерти. Что вы имеете в виду? Так называемая комета, которая прошла рядом с Землей несколько недель назад, вовсе не была кометой. Я вас удивил? Осмелюсь предположить, что да, судя по удивлению и изумлению в ваших глазах. Я не просто поставщик безделушек и диковинок Вуду. Я знаток оккультных знаний. Мои предки знали правду, и они передали ее мне, вместе с запретными книгами и тайными свитками. Мы знаем, какую опасность представляет стадо Альгеди. Они стоят за всеми теми событиями, и они строили эти планы на протяжении десятилетий. Причем, всего 20 лет назад. Подождите минутку, давайте вернемся к вовсе не была кометой. Ну и кто это был? Йокса Тодд, что ли? Ах, конечно, непосвященному это может показаться ошеломляющим. Очень хорошо. Энергия, которую основном мы приняли за шар из пыли и льда, вращающийся вокруг Солнца, на самом деле была порталом. Вратами, ведущего к звезде Денеп Альгеди, которую более проницательные из вас могут распознать в созвездии, известном как Хвост Козла, в десятках световых лет от нас. Думаете, эта фантазия врата к далекой звезде указывает на желание сбежать из обыденного мира? Я же предупреждал вас, что Лануи не уравновешен. То, что некоторые ошибочно принимают за эксцентричность, является полномасштабным безумием, уверяю вас. Не невозможно, просто сокрыто от большинства. Вы ведь знаете, что оккультный означает скрытый, не так ли? Что ж, полагаю, я должен разъяснить все как можно проще для вас. А может и нет, вы сами видели доказательства в книге с заголовком «Культы упырей». Вы были свидетелями того, как погибали те, кто создавал препятствия. Ладно, мы не знаем всего, допустим, вы правы. Долгое время я подозревал, что Теллингас была связана со стадом. В конце концов, она изучала комету. Но ее смерть показала, что она все-таки не была союзника. Они не были союзниками. Если бы я понял, то сделал бы больше, чтобы предупредить ее. Нет времени на взаимные обвинения. Мы должны остановить это стадо. Энглберт проник в их культ. Он рассказывал мне об их главных планах и описал их штаб-квартиру в заливе. Местные жители называют его ведьминым домом и боятся подходить к нему близко. Из того, что сообщил Энглберт, я понял, что они приближаются к благоприятному времени для своих планов. Почему вы вообще слушаете этого сумасшедшего? Он говорит, что знал, что я в опасности, но не предупредил меня. Он пожертвовал своим собственным помощником, вместо того, чтобы рисковать собственной шкурой. Негодяй, не заслуживающий доверия. И теперь вы думаете, что этот портал открылся? Это так. Скорее всего, так оно и было. Я знаю способ закрыть его, но боюсь попасть туда. Нет, я бы никогда не пережил эту попытку. Ну, естественно, портал закрывать мне. С нами вы в безопасности. В конце концов, мы уже спасли вас от одного убийца. Это правда. И полагаю, это не ваша вина, что вы не успели спасти Энглберта. Очень хорошо, я согласен. Тогда вот наш план. Мы все вместе отправляемся в залив. Закрыть эти мистические врата далеко не под силу этому шарлатану. Вы тоже подвергнете себя большой опасности. Большей опасности, чем когда-либо прежде. Ага. Учитывая, что против вас настроено стадо Альгеди, ваш единственный источник информации в Новом Орлеане, Эльфон Слонуи. Дополнительная задача спасти женщину, попавшую в беду, сделал. Этих всех выжили. Травм не получил ни одной. И, по-моему, это охренительно. На самом деле, ваши сыщики возвращаются в офис. Не, наверное, на этом серии я заканчивать не буду, потому что коротковато. О, это уже слишком. Залив сам по себе коварное место. Несколько хуже... А, насколько хуже будет, если этот портал действительно существует. Но, естественно, это не так. Даже если дверь в другой мир может существовать, почему она должна быть в болоте? И как вы сможете закрыть его магической книгой? Гораздо безопаснее и разумнее держаться подальше от этих несчастных, от этой несчастной заводи. Незваные гости. Вот это, да? Так, сыщики, отдохнувшие в офисе, хорошо отдохнули. Их рассудок немного восстановился. У Роланда, блин, до сих пор неточность висит как травма. И это печально. Но при этом восстановился Рекс, который ближний бойщик, да? Ближний бой сильный, причем он реально сильный. Так, но при этом здесь трех персонажей я могу взять на дело. Ладно, это ближний бойщик. Мы возьмем его первым персонажем. Вторым персонажем возьмем стрелка. Этот стрелок пусть пока еще отдохнет. Здесь все обычное, слабый. Так, стрелка. Третьего персонажа возьмем мага. Вот так вот будет вообще замечательно. Так, обмундирование. Что, кому, чего, куда. Значит, по патронам. У нас 18 пуль, 16 гильз. Неплохо, кстати, по патронам. Давайте выдадим стрелку пистолет. Ближний бойщику мы выдадим трубу. Магичке мы выдадим книгу, конечно же, которую она будет лечить. Есть еще, еще одна книга исцелений. Да, она у нас чисто хиллером будет. Книга живого щита, наверное, не надо. Вот если бы еще что-нибудь с уроном, перемещение в бою минус 70. Тоже не особо надо. Так, бонус исцеления плюс 2. Это, ну, ей можно артефактом повесить, да? Типа бонус исцеления. Хорошо, давайте ее артефактом снабдим, так сказать. Плюс у нас есть бронежилет. Есть вот это вот хрен. Урон от атак в ближнем бою. Плюс 2. Вот ему мы выдаем. А что-нибудь на дальний бой есть у меня? По артефактам. Бонус магической защиты нет. Часы нет. Ну, походу, на дальний бой у меня особо ничего нету, да? Блин, выдать этому товарищу пистолет или нет? Хрен его, может, потом найду. Так, этот пистолет пока не нужен, нож не нужен. А этому можно выдать какую-нибудь пеналку. Ладно, выдадим ему дробовик, потому что пригодится. Пусть у него будет такое оружие дальнего боя и такое оружие дальнего боя. В принципе, пуль еще достаточно большое количество. Магички выдадим. 4 очка действия, 3 очка действия. Наверное, нож, потому что она не особо ходит и не особо действует. Так, хилки мне не нужны. Она будет всех выхиливать. Плюс она еще на артефакте. Ну и, наверное, все. Наверное, все. Ну, вот таким вот составом мы поплывем в болото крокодилов пугать. Помните, что если вы оставите сыщиком в офисе на целую главу, он сможет отдохнуть и отправиться от травмы. Хорошо, помним. Реально, по-моему, упущение, что разработчики не сделали здесь что-нибудь типа магазина, где можно было бы продать ненужное, купить нужное. Там патроны, какие-то артефакты, еще что-то. Ох, друзья мои, подумайте о том, какие ужасы порождает этот портал. Даже учитывая опасности, которые вы пережили до сих пор, слишком опасно приближаться к этой зияющей пропасти в земле. На этот раз спасения не будет. Ну, мы все-таки постараемся спастись. Хорошо, вот мы здесь, в этом опасном заливе. Скоро вы можете пожалеть о своем решении, и не только из-за зловонных испарений. Портал должен был быть где-то здесь. Вы не должны быть здесь, друзья мои. Что-то подсказывает мне, что это очень опасно. Действительно, так и есть. Я пойду дальше и начну свои приготовления. Опасно идти в одиночку. Один может проскользнуть незамеченным, в то время как руку наверняка обнаружит. Кроме того, я никогда не слышал такого шума, как от вашего топота по заливу. Сомневаюсь, что мы оставили хоть одну целую веточку на пути от Нова Орлеана. Тогда послушайте, Лануэм. Нет, на этот раз послушайте вы. В этом конкретном районе залива растут коралловые ягоды, и их ветви действуют как ускоритель для заклинаний, которые я должен выполнить, чтобы закрыть портал. Собрать немного для меня сейчас будет гораздо полезнее, чем объявлять о прибытии со всеми фанфарами марширующего оркестра. Трех веточек должно быть достаточно. Хорошо. О, извините сюда, наши друзья из стада оформили залив. Я и представить не мог, что этот искусственный стиль может сделать менее привлекательным, но эти гнотестные статуи, безусловно, сделали свое дело. По крайней мере, эти путевые камни могут провести к порталу. Следуйте за ними, когда будете готовы присоединиться ко мне, и не забудьте ветки коралловой и ягоды. Ваше упорное выполнение приказов этого человека выше моего понимания. Он не заботится ни о чем, кроме самого себя. Он может обернуться против вас по малейшей прихоти. Я уверен в этом, вам лучше быть настороже. Понятно, спасибо за предупреждение. Ой, сколько мест, которые можно обыскивать. Ну, давайте начинать. Так, это не открыть, не приложив усилий. Открыть силой. Патроны, вообще замечательно. Блин, что-то патронов стало вроде более-менее нормально. И это меня радует. А, к полуразрушенной стене прикреплена насарапанная от руки табличка с надписью. Я требую посторонним, вход запрещен. Мы не посторонние. Мы прям с вами почти родные. Лодка, на которой бы вы приплыли. Возвращаться рано. Так, ножик. Ну, давайте пока возьмем, муты, усунем. Пусть будет оружие ближнего боя, на всякий случай. Хотя, конечно, пользоваться будем мы дальним. Ладно. Так. Наполовину сгоревшие свечи окружают странную статую, вероятно, оставленную здесь какими-то культистами. Вы должны быть на правильном пути. Толкнусь. Толкнули. Долбанула по разуму, но минусы не написала. Это хорошо. Разрушив статую, вы чувствуете, как холодная дрожь проходит по вашему телу. Невидимая энергия покидает алтарь. А, там же, кстати, да, я аж не обращал внимания. Там у всех же есть сопротивление. Да, по-моему, оно так называется где-то, сыщики. Вот, психическое сопротивление 70. Психическое сопротивление 85. Психическое сопротивление 70. То есть, ну, короче, с какой-то вероятностью оно рассудок убивает на вот таких вот проверках. А когда я вижу что-то вообще ужасное, тогда у всех уходит. Ладно. Выясните, кто рыскал поблизости. Избавьтесь от шпионов, не оставляйте следов. Улика? Не сказал бы, что улика. Так, выглядит не слишком прочно. Сломать. Находим ствол. Ладно. Хорошо, что с собой не брали. Переместим этому. Ну, но, опять же, инвентарь, так сказать, не бесконечный. Так, там будут враги. Давайте сначала, значит, пока что сломаем вот это. Толкнуть. Снова пройдем проверку рассудка. Все-таки у одного отлетело минус один. Ну, ладно. Но, наверное, их нужно ломать. Ну, мне так кажется. Ну что, можно прямо пойти? Можно к врагам сходить? Давайте, наверное, сходим к врагам. То что-то давно не было боев. А прям хочется. Так. Здесь у нас одна с ружьем. Долбанули по рассудку. И одна культист с... С СССР. Ну, вы поняли. С кулаками. Так, культист с кулаками как раз на нас и будет бежать. Поэтому, в принципе, можно выпиливать подругу с ружьем. Делаем раз крит. Если сейчас еще раз крит пройдет, в принципе, от нее ничего не останется. Нет, крит не прошел. Но при этом кидаем наблюдение. Подруга, которая с кулаками, начнет бежать. Поэтому мы ее и хлопнем. Так, ты у нас давай сделаешь плюху в сторону. В сторону, в сторону. Да, вот этой культистке, которая с ружьем. Сделаем минус. Как бы проблем никаких. И пропускаем ход. Ну, а ты давай беги сюда. Получаешь пугу. Еще и с критом. Ну, и сейчас ты получишь трубой по голове. Там еще и плюсы. Поэтому... А, она еще и смену фокуса сделала. Ладно. Ладно. Мы так тоже умеем. Значит, тогда берем нож. Подходим. Одно очко действия. Так, так. Удара хватит. Хватит. И сажаем тебя на перрон. Из-заточку, блин. А ты стрельбой занимаешься. Не убьет. Но надо добивать в любом случае, чтобы просто лишних АП не терять. Проблем как бы никаких. А если первый бы выстрел критом прошел? Удача в моем невезении. Ну да, ну да. Так. Перезарядить. Перезарядить. Патрон на дробовик пока не тратим вообще. Что у нас здесь интересно? Так, здесь на выходе тоже будут культисты. А зачем я сюда пришел? Здесь что-нибудь-то должно быть. А, похоже на ягоды. Так, целебные травы. Стравмодное травяное средство. Исцеление. Нет, применять не надо. У меня все как бы живы. А, просто возьми их. Но это, как я понимаю, не те травы, которые мне нужно собрать, да? И все это? Это вот единственное, зачем я сюда пришел? Только чтобы собрать травы? Ну, как-то маловато. А, вон еще туда есть проход. Или я отсюда пришел? Не, я отсюда пришел, да? Я отсюда сломал эту ферню. Отсюда пришел, нарвался на бой. Ладно, идем в следующий бой, значит. Там вот, тем более, на что-то посмотреть можно. Ё-моё, разве это не то же самое существо, которое мы видели в университете и в особняке стада? Оно выглядит так же отвратительно. И опасно, держу парит. Давайте будем осторожны. Так, значит у нас тут... Ну, у них при этом по 4 хп всего лишь. Не, урон-то она нанесет, потому что первая ходит. Но как бы по 4 хп, проблема, задержка. Так, что-то нехорошо. Ну, как я понимаю, просто я сейчас двумя выстрелами их положу. Детеныш. Раз выстрел, и два выстрела, и все. Просто кидали урон, который можно было не получать, если бы у меня инициатива у кого-то было больше. Ну, типа все. Или там еще есть кто-то. Их два, или три, или сколько? Что-то я не понимаю. Ну, эту я убил, эту я убил. Конец хода. Ах, они еще и взрываются. Вот в чем прикол. Ладно, этого товарища мы, наверное, давайте сейчас полечим. Пока травкой применить. Вот сюда. Потом, если что, в бою долечим медиком. Пусть пока так. Они взрываются. Вот это, конечно, хреново. Если при этом у них большая инициатива, то это может вызывать проблемы. Следы. Ничего интересного. Дупло. Так, если убрать эти вещи, то можно было бы достать. Тянуть из-за всех сил, переместить, переместить. Патроны на дробовик. Здорово. Блин, патронов действительно стало больше. Это, естественно, мы ломаем. Получаем. Ну, минус один всего нормально. Хотя сигарет все равно нет. Так, давайте вот в эту сторону сходим. Тут явно может быть что-нибудь интересное, красивое. А, или так, стоп. Здесь я был. Да, я отсюда пришел. Блин, ну ты не совсем понимаешь, когда тут переход, так сказать, для этого, для боя, а потом обратно в ту же сторону переход не работает. Если я буду осторожен, то смогу избежать шипов, потрясти, взять. А, взять. Целебные травы. Ну, короче, целебные травы это просто обычные аптечки. Типа просто они решили, что глупо будет, если будут выпадать бинты, да? Так, еще одна. Вы никогда этого не сделаете. Даже если вы каким-то образом найдете этот портал, то никогда не вернетесь. Ваша единственная, я не успел. Это ломаем, естественно. Нечего тут козлов расставлять. Ну, ломай. Ну, ломай, пожалуйста. Ммм, а это в кусте фиолетовые ягоды. Бьюсь об заклад этот самый куст коралловой ягоды, который я писал Лануэ. Давайте возьмем немного. Он сказал, что они помогут с ритуалом. Ну и, конечно, с одного куста можно оторвать только одну веточку, как я по-любому угадал. Поэтому мне нужно будет найти три куста. Давайте эту хрен сначала. Ну, сломай. Да, толкнуть. Минус один. Хорошо. Ну, минус один нормально. В принципе. Так, найден предмет. Коралловая ягода. Хорошо. Одна есть. Здесь радиатор. Опять вот этот, блин, хрень, который я даже не знаю, как использовать. Я не понимаю, как ее использовать. Так, оттуда я пришел. Сюда можно выйти. Здесь я был. Да, здесь я был, потому что вот эту хрень сломал. Правильно. Правильно. Так, записка еще какая-то есть. Давайте прочтем. Не забывайте двигаться гуском за теми, кто впереди, чтобы не заблудиться, пока не доберетесь до портала. Учтем. Учтем. Ну, значит, продолжаем двигаться прямо. Продолжаем двигаться прямо. Вот здесь я еще точно не был. Так, еще одна хрень. Ее мы, естественно, сломаем. Сюда прохода нет. Не знаю, влияет слабывание на что-либо. Но сломать все равно придется. Так, нам явно вот туда, по дорожке. Но сюда можно зайти с кем-то пободаться. Я с удовольствием пободаюсь. Так. Вы сталкиваетесь ни с чем столь смертоносным, как этот портал. Ну, короче, бабка меня все еще договаривает. Так, значит, 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 значит. Нет. Убиваем мы сначала детеныша, он еще взорвется. Я надеюсь, он им тоже нанесет урон. Ну, хотелось бы, на самом-то деле. Один у нас в ближнем бое, один с дальним. Так. Стреляем мы в дальника. С критом. Очень неплохо. И после этого ставим наблюдение. Этот побежит, сразу же получит пул. Отлично. Да, взрыв происходит, он еще и урон наносит. Хорошо. Дальника добиваем. Вообще без проблем. Да ладно, я сейчас и этот бой без единой потери хп пройду. Просто на изичах. Давай, начинай бежать. Получай пулю. Еще и с критом на 11. Отлично. Ну, все, в принципе, да. Смена фокуса. Хорошо, фокус ты, конечно, сменил. Только ни хрена тебе это не поможет. Так, удар ножом. Это вообще можно пропустить. Я сейчас своим товарищем добью его просто спокойно с одного выстрела. Может даже попробовать было ножом долбануть. Ну ладно, потратим пуль. Как бы изи, 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 изи. А зачем я сюда пришел? Чтобы что-нибудь естественно найти. А, перезарядочка, перезарядочка. Чтобы потом не остаться без патронов. Но пока даже, блин, пистолетных пуль хватает. Пока, вроде. Дальше может стать все хуже. Снова лечебные травы. Так. Изучить, взять, взять. Ну, снова лечебные травы. Использовать. Ну, не знаю. Ладно, пусть пока здесь будут, потом выкину, если что. Типа ради одних лечебных трав я влажу в бой. Ну, такое. Давайте сюда сходим. Еще один бой. Я предпочитаю перо, но это меч. Так, вот эта хрень. Но она не похожа на взрывающегося. Вот вторая взрывающаяся? Ладно, 5 урона. Хорошо. Хорошо, слепота. Я вас понял. Значит, лупим по вот этой хрени. Она взорвется. Еще и нанесет урон культистки. Так. Лупим по вот этой хрени. Просто, чтобы ее не было. Нам эти движения нахрен не нужны. Но здесь кидать смысла нет. Потому что та дальнобойная, наверное, она не будет бежать. А, даже в два взрыва. Вот оно как. И то, и то взорвалось. Слишком далеко. А, ну он не сможет подойти. На нем эта слепота до. Целых три очка. Ну, блин, ладно, подойди. Сделать ты особо ничего не сможешь. Вот одну очку. Но мы тебя сейчас отхиляем. Если надо будет проблем никаких. Ой, на всем урона. Бывает, бывает. Так. Хилочки. Где тут состояние новое? Состояние новое. Да. Давайте. Включаем хилоту. Ну, использовать. А, нет. Нет. Вот. А почему на этого нельзя? Типа слишком далеко, что ли? А, да. Вот радиус. Ёлки, балки. Вот. Вот проект я почему-то не посчитал. Радиус. Если на единичку. Мы его зацепим. Вот так вот. Ну, вроде зацепляем радиусом, да? Вроде да. Да. Зацепляем радиусом. Радиусом. Чисто по пяточке. Закидываем одну тебе хилялку. Закидываем вторую тебе хилялку. Отлично. Ну, и, собственно, добиваем нашим любимым стрелком. На семь. И на крит. Крит не крит, нет. Крита не будет, тоже на семь. Ладно. Добьем в рукопашную. Не проблема. Тут уже у меня хп никто не снимет. Тащите, госпожа с дробовиком. Вот так сенсация. Ну да, ну да. Так, вот одни, еще одни ягоды. Это здорово. А нам три таких надо, да? Топор мясника. 7-11. Проверка рассудка у себя. Блин, у меня 9-11. И без такой фигни на трубе. Тут 7-11. Хотя, может, это сразу с плюсом. Тогда здесь будет 9-13. Не, ну проверка рассудка у себя вообще не лучший вариант. Так, вот здесь тоже у нас враги. Отсюда я пришел, наверное. Судя по всему. Честно, ориентироваться в жуглях, ну такое себе. Такое себе. Так, перезарядимся. Ай-яй-яй, блин, опять не та кнопка. Постоянно забываем. Так, перезарядимся здесь. Ну и пошли к следующим врагам. Что еще делать? Ох, ни хрена себе. Так. Но это плевалка, это хорошо. Просто нас взрывы не зацедили. Ладно, здесь 5-5 урона хрен с ним я пропустил, но при этом я сейчас быстренько отстреляю. Значит-то, 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 первый. Значит-то, 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 второй. Вот эта хрень плюнет. Не, можно вот так, конечно, кинуть. Ну да, но при этом, типа, она сама уничтожилась. Поэтому тут мое не пригодится. Ну и этим стрельнем вот в эту хрень. Тоже проблем никаких особо. Блин, слишком далеко. А что, на нем до сих пор слепота висит? А почему? Новый бой же начался. А почему на нем висит слепота? Черт, я не понял. Черт, я вообще не понял. Так, используют ли лечебные травы? Ну ладно, пусть используют лечебные травы хотя бы. Вряд ли они слепоту снимут. Мне просто хп пополнили. Печалька, печалька, если честно. Да, ну а что остается делать? А этой стрельнуть нечем. Этой нечем стрельнуть. Ну тоже пропускаем ход. Значит, все-таки еще один раз урон я получаю. Ладно, добиваем. Добиваем. И оно сейчас еще и взорвется, да? Вот так сенсация. А то, а то. Применить. И вот этого товарища отхилять он нам. Мне, пожалуйста. Блин, ну патронный пистолет начали заканчиваться потихонечку. Скоро придется переходить на дробовик. Камень с буквой Х. Это сломать. Проверку рассудка все прошли. Вообще отлично. Туалет. Так. Внутри на стене кто написал сообщение. Только сейчас я понимаю, насколько маловероятно, что я вернусь с этого дурацкого задания. Младший был прав. Это культ. Вступить в их ряды оказалось легче, чем я надеялся. Сначала они казались странными любителями астрономии, увлеченными любимыми созвездием. Теперь, когда мы зашли в залив, я боюсь, что происходит что-то зловещее. Никто не говорит мне, что мы планируем, так как я новичок. Я видел одного человека с козлиной головой, который ходил среди культистов, и я уверен, что это была не маска. Все ведут себя все более безумно по мере того, как мы углубляемся в залив. Если я не вернусь, скажите младшему, что он был прав. Стадо безумно и опасно. Вот такое вот послание на стене туалета. Так, заметки об алтарях. Будьте осторожны и не уроните ритуальные предметы на влажную землю, особенно свечи. Трансформация будет прервана, и вы понесете полную ответственность. Короче, алтари надо ломать. Алтари надо ломать, потому что если не ломать... Возможно, тут есть какая-то вариативность. Типа, если не сломаешь алтари, потом с кучей козлов будешь биться. А если сломаешь, не будешь. Местные деревья такие странные. Портал должен быть меняет жизненный цикл растений. Мы приближаемся. Только посмотрите на это чудо. Я никогда не встречала таких деревьев даже в самых дальних уголках этого залива. Можете ли вы хоть на мгновение усомниться в том, что встречаете что-то гораздо большее, чем вы сами? Не знаю, но у меня разум потихоньку начинает отлетать. Это больше похоже на тентакли, если честно, чем на деревья. Так, алтарь мы, естественно, сломаем. Нам нужна еще одна ветка. Так, туда нельзя, да? Значит, можно дальше по белой дорожке. Опа! Что-то нашему товарищу поплохело. Или это не наш товарищ? Вроде наш. Да, деду поплохело. Впереди кто-то стреляет. Должно быть это стадо. Во что они стреляют? Мы должны взглянуть. Так, сейчас взглянем. Ну, тут дальше мы по белой дорожке идем, да, потому что другой нет. По дороге желтого кирпича. Это ящик полон консервов. Еда для человека, который здесь живет. Не, просто интересно, это наш дед или не наш дед? Толкнуть. О, проверку прошли все три. Это здорово. Не потеряли ничем. Так, что у нас тут? Этого бедняги не было ни единого шанса. Наверное, это не наш дед все-таки. Я предупреждал вас, друзья. Визит сюда был ужасной ошибкой. Смотрите в оба, я не хочу разделить судьбу рыбака. Просто рыбак. Просто рыбак. Здесь у нас что? Ничего интересного. Еще один алтарь. Осмотрим рыбака. Будет достаточно визуального осмотра. Осмотреть. Ух ты, винчестер. Новый ствол. Так, вы находитесь дробовик по совершенно приемлемой цене бесплатно. Найдите, ну, найденную предмет винчестер. Что у него хорошего? 7-8 урона, 4 очка действия. Крит 5. А здесь 5-7 урона. Крит 40. И при этом 2 очка действия. Ну, блин. Естественно, мы его берем вот сюда. Э, нет, не использовать, переместить. А это вот сюда. Так, что у нас здесь получается? 7-8 за 3 очка. Здесь за 2 очка. А, кольца 2 очка, а дробовик за 3. 6-10. 7-8, 6-10. 30% крита. 5% крита. Ну, я не знаю даже. Мне кажется, 6-10 интереснее, чем 7-8. Ну, хер его знает. Ладно, в любом случае мы его берем. В любом случае мы его берем. Огнестрел ломается, поэтому такое. Так, несколько рыб лежат на крыльце в тени. На листе пергамента под ним написано в руке рецепт рыбных аренок. Блин, что-то разработчики в рецепты сильно втыкают. Который рецепт уже по дороге попадается. Мне как выписывать надо? Так, сюда можешь зайти, да? Прям-прям зайти. Ну, давайте прям зайдем. Так, я мог бы только спеть блюз. Плюс один к рассудку. Это хорошо. Похоже на наши ягоды, которые нужны. Да, именно они и есть. Все, три веточки я собрал. Это третий ингредиент. Значит, мы закончили. Лануи должен быть доволен. Так, все ягоды, значит, я собрал. На ящике лежит старый высовершенный дневник. Прочитать. Рыбак отметил, что на его территории были замечены злоумышленники. Его описания напоминают вам о странном одеянии стада Альгедя. Сначала рыбак попытался отпугнуть их, но понял, что его превосходит числом, и отступил в свою хижину. Он упоминает что-то о потайной комнате под полом. Следующее. Он пострелил одно, но лишь... А, рыбак записал наблюдение о странных животных в заливе. Он пострелил одно, но лишь увидел, как оно взорвалось у него на глазах. Они не только бесполезны, но и опасны для охоты. Он спрятался в надежде, что животные уйдут. Через несколько недель после прибытия странных существ, рыбак понял, что они не уйдут. Он решил бежать из этого района после того, как спрятал свои ценности, но не мог полагаться на свою старую память. Чтобы запомнить, где это место, он набросал несколько фраз в качестве подсказок. Рыба покажет дорогу. Рыбья голова указывает, куда идти. Слепой рыбе есть что сказать. Ладно, ок. Я надеюсь, разгадаем эту загадку. Так, вот это вот откройте. Так, чтобы можно было бы симпровизировать ключ, вскрывать отмычкой. Здесь у нас сиги и патроны. Но это патроны, как я понимаю... А, для винчестера, наверное? Смертоносный автоматический пистолет... А, нет, винчестер. Ну, патроны для винчестера это вот это? Вот эти они? Типа гильзы для дробовика, а это вот на патроны? Ну, хрен знает, хрен знает. Так, нет, сигареты использую сразу же. Применить. Да, на себя применить. Под полом комната что-то я ее не вижу. Я же как бы про нее прочитал, поэтому... Вот, ну, наверное, вот здесь вот как-то она должна открываться, нет? Или не должна? Сложно сказать, сложно сказать. Мне бы сейчас часы найти, чтобы мифы сбросить. Вообще было бы хорошо. Комната под полом. Ну, рыбак, рыба укажет. Слепой рыбе есть, что есть. Я что-то не совсем понял по поводу комнаты. Ну, то есть у меня, у меня же должна была бы появиться, ну, какая-нибудь, этот... Активная зона, чтобы она открылась. Или нет? Я просто никаких активных зон здесь не вижу. Все, что можно было, мы забрали. Ну, ладно. Может быть, как-то это потом сыграет роль. Толкаем, естественно, эту хрень. Получили минус один. Ну, ладно. Ну, и двигаемся дальше. Что нам остается? Снова какие-то растения. Мы чувствовали помутнение. Но безболезненно все это дело прошло. Помутнение не получили. Ломаем вот эту хрень. Минус три. Плохо, плохо. У всех по единичке ушло. Это печально. Записка. Не отвлекайтесь жреца и жрицу во время ритуала. Вон еще... Ай, так. Зараза, не то. Лечебные травки. Давайте их возьмем. Пусть будет. Пусть немножко будет. Так. Потрясти. Три лечебных травы. Ну, собственно, блин. Все равно, типа, их либо выкидывать, либо это. Хотя бы тут одно хп восстановим. Если бы эта трава еще рассудок возвращала, вообще было бы хорошо. И переместить. Ну, тут одну всего можно переместить. Поэтому такое. Ладно. Аптечик до хрена. Под с патронами тоже все уже более-менее. Вот еще помутнение так сильно углубило. Минус один. Ладно, нормально. Пока что нормально. О, берегитесь, сзади. В смысле, это рыба, который вон мертвый лежал, да? Эти щупальца. Это может быть, это его разновидность. Все эти щупальца растут из тела того рыбака. Эти маленькие твари могут преображаться. Нет. На это нет времени. Защищайтесь. Ну, вон эти твари. Блин, она первой ходит. Она сейчас близко подбежит вплотную. А значит, если она взорвется, будет плохо. Еще и по голове. Подойдет вплотную, да? Да. Ну, короче, если она взорвется, то меня лупнет. Что плохо, мягко говоря. Такс. 35 хп. Ладно. А. В смысле, кольт, револьвер. А почему? А, кольт у меня сейчас. Да, стреляем вот в это. Пусть она там взрывается. Ой. Морребак сейчас на меня побежит, да? Стреляем вот в это. Как я понимаю, у него ближний бой. Да. У него ближний бой. Та хрень взорвалась, урон ему не нанесла. Так. А тебя давайте влупим и попытаемся отойти. Хоть на сколько. Да, убийство окна, она сейчас взорвется. Ну, значит, делаем педали. А, нет, кстати, да, взрыв не достанет, если вот так вот. Правильно? Так, сюда он что-то не хочет идти. Нет, ну, ладно, просто вот отойди. Вроде не должен достать. Так. Вот так. Или достанет все-таки. Ну, ладно. Рискуем. Не достал. Отлично. Ну, а этот сейчас получит кулю. И там уже дальше добить дело техники. 13 хп. Телочка споет свою песнь. Пес, 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 пес лечение. Так, новая, новая. Да. Петь песнь, песнь лечения. Ну, 12 хп. Все окей. И пропускаем ход. Влияние мифа. Защита врагов в дальнем бою увеличена до конца боя. Ладно, до конца боя это не проблема. У него не так много хп. Мы сейчас его, я думаю, добьем пинанием по голове. Да, доставаем нож. И сажаем его на пирожо. Всем. Хорошо. И второй сейчас товарищ у меня, он как раз ближний бойщик. Он сейчас ему сделает бобо трубой по голове. Ну, так нормально. Не, а что так много используется? Ёлки-палки. А почему? Я надеялся, что он... Гляньте, просто движение сразу... То есть мне чуть ли не три надо использовать, чтобы подойти. Что-то я не так просчитал, да? Не, ну хорошо, он его долбанет кулаком, но на шесть вряд ли. Как мне кажется. Только секрит будет. Крита не будет. Зря просто получил урон. Ладно. Не все было просчитано, собственно, так как я того ожидал. Нет, вот этого товарища мы будем хилить. Что неплохо. И пропускаем ход. Ну и добиваем. Добиваем рыбака. Но он был не виноват. Удача в моем невезении. Так, там я что-то собрал. Здесь мы это разрушили. Они оттуда прибежали, да? Ну то есть дальше я вот сюда должен, походу, выруливать. Как я понимаю. Я, конечно, не буду думать о вас хуже, если вы сейчас сбежите. Мертвые вы никому не нужны. Слушай, бабуль, чё ты меня слишком отговариваешь отсюда свалить? Прям слишком. Ага, вон, кстати, этот хрен. Так, мне нужно узнать, как уводит на ощупь отронуться. Пуля для пистолета. Отлично, но при этом дало по голове. Пуля для пистолета, это хорошо. Но по голове можно было не давать. Так. Ну и, собственно... А, вон еще лечебные травки есть, да, наверное. Вроде у меня с травами все хорошо. Хилок достаточно. Ммм... Ну что? Получит кто-то из нас сейчас травму психическую? Там единичка у него. Не, пока что выдержал. Все трое на единичке. То есть, по сути, сейчас что-то ужасное, и все три получают психологическую травму. Так, что-то мне этот тип не нравится, поэтому давайте сохранимся перед ним. Так, сохранение, сохранение. Я думаю, что-то сейчас будет интересное. Жалко, конечно, нет ничего восстановить психическое здоровье. Реально очень не хочется, чтобы они все получили травму. И жалко, что у персонажей нет вот, ну просто каких-то приколов, типа, там, вот здесь же в описании есть каких-то пассивных навыков. Так, где тут вообще описание самих персонажей? Вот. Так, история сыщики. Рекс может обладать хорошей интуицией, давать советы. Хорошо, это у него срабатывает. Джим повышает психическое сопротивление членов группы. А вот почему это как, ну, отдельный навык не работает? Было бы очень круто. Здесь у Мари меньше шансов применить дикое заклинание. Ну, понятно. Типа мах, но не то, чтобы сильно мах. Ну, пошли смотреть на козлов. Когда вы возвращаетесь к Альфонсу Лануи, он говорит, вот вы где, готовы встретиться лицом к лицу с порталом. Готов, я даже сохранился. Я возьму отпуск после закрытия этого портала. Ну, пока, кстати, меня еще ни разу не убили, то есть, вроде уровня сложности здесь нет, но тем не менее. Рад видеть, что вы не заблудились в заливе. Только после того, как вы ушли, я понял, что должен был привязать к вам веревку. Я буду счастлив выбраться отсюда. Тем не менее, мы почти закончили. Вы принесли несколько метокоралловых ягод. Вот они. Великолепно. Это значительно облегчит ритуал. Я еще и все эти поломал. В ожидании вашего возвращения я обыскал вещи, брошенные стадом. Вот это может вас заинтересовать. Карта Нового Орлеана. Площадь Джексона обведена большим кругом. Наверное, у стада есть планы касательно того, что там произойдет. Все это очень хорошо, но давайте сначала сосредоточимся на закрытии этого портала. Но если площадь Нового Орлеана, я бы по логике отсылался к тем запискам, которые мы читали, что они там в какой-то марш собираются профинансировать. И что-то на этом марше должно произойти. Ох, ни хрена себе, какая огромная вульва. Назовем это так, чтобы не ругаться. Ой, графончик. Ну чуть-чуть бы графончик подтянули. Понятно, что оно такое в полумультяшно нарисованном стиле сделано. Ну, можно было бы еще все-таки немножко подтянуть. Размытий, по-моему, слишком много. Это должно быть портал, никогда не видел ничего подобного. Какое поразительное явление. Только подумайте обо всех инопланетных существах, которые появляются из... Но откуда бы ни вел портал. В голове не укладывается. Даже представить себе механику этого устройства. Конечно, это не естественный эффект. Ох, изучить бы это, если бы только я была жива. Это место меня тревожит. Нам лучше сделать то, зачем пришли, и убраться отсюда. Да когда будете готовы, Лануэ? Поскольку я не могу защищать себя во время подготовки ритуала, то надеюсь, вы проследите, чтобы эти отвратительные существа не прерывали меня. В конце концов, вы сами хотите попасть сюда. Вы хотели. Что-то приближается, Лануэ? У вас нет времени, начинайте. Ну и знакомимся с ебаками, так сказать, новыми, да? У портала 5 хп, вон, всего. Понятно, все трое получают травму. Ну, собственно, это и ожидалось. Восстановить мне было нечего. Психическое при низком уровне здоровья. Ну, ладно. Оглушение. Так, первый ход он не ходит. И у меня сейчас все оглушения получат, да? Охренеть. Еще один удар. Да, Господи, что так много? Ёлки-палки. Класс, это хрени, которые взрываются, и при этом у меня стрелок получил оглушение, которое единственный мог бы 2 за ход выносить. Это прям хреново, ребят, я вам скажу. Так, этот атакует издали, хорошо. Нам пока он не опасен. Вот эти, которые взрываются, которые близко подходят. Вот их надо валить, в первую очередь. Причем, которые самые ближние. И все, он больше выстрелить не сможет, правильно? Правильно. А, и перехвата у него нет. Ничего он не сможет сделать. Ладно. Эта хрень взорвалась. Так, сты у нас. Тебе я пистолет не дал, да? Может, стоит загрузиться, просто ствол ей сунуть в руки. Это плохо. А почему у одной из тварей нарисован пистолет? Типа с пистолетом? Она же плюется. Она же плюется, но она почему-то с пистолетом. Ладно, к ней, скорее всего, будет тварь приближаться, поэтому выставляем... Ну, надеемся. Если к ней, то она ее завалит. Вот. Но это если к ней. Ну, что-то по порталу ничего не прошло. Урон. Урон не прошел, так сказать. Долбанули полонуя. Что хреново. Ладно, мы его сможем отхилить, если что. Ой, так, а здесь эти... Зараза. Не, не вопрос. Я ее сейчас убью и отойду, чтобы... Задержка. Они еще все с хреновыми эффектами. Да, будет непросто. Как я понимаю, 6 урона. Много, много. И тут задержка. Я просто не уверен, смогу ли я отойти потом от... Как он называется? От радиуса взрыва, да? Ну вот, мы ее пнули. Хорошо. И теперь, пожалуйста, отойди, потому что оно взорвется. Вот так вот тебя не зацепят? Вроде не зацепят. Вроде так нормально. Да. Отлично. Урон не получили. Так, ты теперь. Лупнуть трубой. Нашу заразу. И тоже отойти, чтобы урон не получать. Отходим. Ну, так, вроде отошли. Заканчиваем здесь. Вот. Разорвалась. Хорошо. Так, ей можно подойти, ударить и уйти. Но ударить и уйти не получится, скорее всего. Старая. Давайте используем восстановление АХП, если нам его нужно удерживать. И отходить здесь бессмысленно, как бы, потому что... А шо, шо произойдет? Ладно, выхиляем пока еще кого-нибудь. Ну, давайте. Все равно ОД тратить некуда. Ну, и пока все. Пока все. Ну, что-то, заглядание он произносит, но у портала как было 5 ХП, так и остается 5 ХП. А эта зараза прям по нему и бьет. Вот же сука. Портал пока... Ага. Конечно, портал пока пропускает. Нихера портал не пропускает. Еще и куча стрелятелых элементов. Ладно. Так. Ну что ж, по кому стрелять? Давайте убираем вот этот стрелятельный элемент. Потом убираем стреляющий. Просто детеныш, этот подбежит. Хорошо, убираем вот этот стрелятельный элемент. Дальше ставим... Нет, стой, подожди. Наблюдение? Да, ну вот сюда. Вот этого он завалит при движении. Ну и больше, в принципе, я... Ага. Отлично, оно взорвалось, оно и того убило. Отлично. Этого сейчас я валю при движении, и как бы все. Все хорошо. Здесь ничего не используем, а ты, моя дорогуша, используй книгу... Отхилил, да лануру. Там сейчас книга как раз должна прийти в негодность, судя по ее состоянию. И отхилил вот этого товарища тоже. А что она не хочет хилить другого? Не хочет что-то. Ну ладно. Ну ладно, пока значит поживешь без хила. Перехват и смерть. Все сработало, как я и просчитывал. Ну неплохо, неплохо. Так, а это все? Не, он козляриус опять. Только не снова это чудовище. Если бы только вы послушали меня, а не этого невыносимого лануи. Боюсь, что вы все сейчас погибнете. Держите его подальше от лануи. Я думал это какой-то монстр, вызванный стадом. Но они подчиняются его приказам. Хераси, 50 хп у него и 35 хп там еще у помощников. И конечно же удар по голове, как без этого, с пропусками ходов. В общем, полный отдох. Получена травма. Низкий шанс исцелиться с помощью предмета из инвентаря. Ну ладно, исцеляю я пока вас. Майей. Но то, что оглушение мне не нравится. И ей травму. Конечно. Супер, просто. Просто. Сейчас меняет козел, еще и обоссыпь сверху. Низкий шанс потери рассудка при сражении в одиночку. Ну вроде не в одиночку тоже. Для нас это не повлияет, а вот оглушение это херово. При этом еще и козляриус первый ходит. Да. Блядь, еще и взрывалки. Ебаный на... И они еще ходят первыми. У-у-у-у. Вот сейчас в натуре будет весело. Прям, прям, вообще, прям совсем. Так, слава... А, слава богу. Так, слава богу, стрелялки немножко отошли. Значит. Они рядом, нет? Нет, рядом с ними никого нет. Значит, убираем первую. Если сейчас кольц сломается, вот это беда будет. Это будет просто жопень. Если мне просто не хватит выстрелов. Нет, выбиваем вот эту тварь. Она, кстати, сейчас взорвется и зацепит одного из культистов. И кидаем наблюдение, где которая передвигаться будет. Вот она. И вот сюда вот кидаем наблюдение. Он должен ее ланшотнуть. В теории. Есть взрыв. По культисту. По культисту не попало. Зараза. Это плохо. Но это даже не культист, это... Это опять вот тот травосек. Ну, вы поняли. Так, есть у нас сам Лануи. Он до сих пор там что-то произносит. Не, пока более-менее. Сейчас вот эту взрывающуюся... Оно откинет. Было украдено несколько патронов. Да елки-палки. И снова удар по голове. Ладно. Класс. Выстрелил в пол и через землю убил эту тварь. Охренеть. Анимация уровня бог. Так, только давай ничего не выплевывать. Пожалуйста. Еще. Так, а как мне их выносить, если я заход? Хорошо. Я могу убрать вот эти хрени, которые взрываются. Но остальное это я сделать не могу. Тут еще и слепоту закинуло. То есть у него сейчас будет ограниченный радиус. Я правильно понимаю? Ну, скорее всего, правильно. Да. Я только по нему могу стрелять. У меня ограниченный радиус. Но это твари, которые будут бежать на меня. Правильно. Если он у меня сейчас скользь сломается, будет пизда. Просто. Полнейшая. Ладно. Давайте так. Вот этого долбануть на 10 урона. И ставим наблюдение. Вот так вот, наверное, надо поставить наблюдение, чтобы он вот в этого не выстрелил. Мне нужно, чтобы он выстрелил четко в детеныша. Либо одного детеныша сейчас можно... А не получится у меня его положить, потому что мне дальности не хватает. Правильно? Правильно. И что делать? Давайте вот так вот рискнем, кинем вот так вот наблюдение. Я надеюсь, просто вот эта тварь его не зацепит. Так. У этого есть свинцовая труба и есть пистолет. А хотя, кстати, может быть я сейчас этого при помощи пистолета могу же либо этого, либо этого убрать. Либо вот этого стреляющего. Давайте убираем стреляющего, что еще он остается. Вот. Вот как-то так. И одну очку у меня остается навыка. Маловато, конечно же. Эта хрень взорвалась. Ладно. Так. 8 урона. Ну, хорошо. Допустим. Тебя мы отхиляем. Глагохил от нас до хрена. Можно еще кого-нибудь похилять. Давайте попробуем. А, ну что. Хилялка. Да. Вот его отхилять. Раз книги есть, то их надо использовать, так сказать. Ну, а больше она пока ничего сделать не может. У нее только нож. Как-то я не подумал, что ей нужно тоже сунуть из коллег. Я надеюсь, просто сейчас... О, сработало. Отлично. Вот все сработало так просто, как я и ожидал. Шикарно. Но, блин, она... Если бы она взорвалась, еще и вторую зацепила. Прикиньте, какой кайф был бы. Это ж просто была бы красотень. Но, к сожалению, к сожалению, не зацепила. Зараза. Обидненько, обидненько. Если бы она... Так, две еще. Ай-яй-яй-яй. Тут у козла еще, блин, 50 хп. Как бы. Он сейчас начнет меня тупить и все. 8 урона, до хрена. Ладно. С другой стороны, что я сейчас могу сделать? Я могу за два выстрелить вот в эту заразу. Он, взорвавшись, зацепит дядьку. Давайте еще за два я выстрелил вот в эту заразу, чтобы он тоже особо не подходил. И теперь мне нужно одно очко действия потратить, как-то так отойти, чтобы меня не зацепило. Ну, вот так, наверное, Е примерно Е вроде не должно зацепить. Все, конец хода, да. Взрыв. Зацепило. Хорошо. Меня не зацепило тоже очень даже хорошо. Движение и выстрел, да? Не, ну, за две единицы я не смогу подойти. Давайте тратим одну единицу. Одну единицу тратим. Хоть чуть-чуть подошли. И стреляем. Стреляем, стреляем, стреляем. Наверное, да, вот в эту хрень, потому что она подбежит. Чем не чувствуется делать? Пока убираем, так сказать, тех тварей, которые еще и взрываются. Нанося урон. Крайне неприятных. Блин, ну у меня сейчас этот выживет вообще. Да, выхиливаем его обязательно. Потому что 3 хп несерьезно. Козел сейчас плюнет. И будет все-все прям плохо. О, заклинание сработало. Нечайное. Плюс еще 3 исцеления. Неплохо, неплохо, неплохо. Нет. Снова, да, снова его. Выхиливаем до максимума, потому что он у нас... На данный момент он у нас танкнул. Сколько на этот раз вагина выплюнет мандавошек? Еще 3. У меня просто сейчас банально сломается кольт, я нихрена не смогу сделать. Еще и козля, козляриусы. Ёлки-палки, урон по всем. И оглушение двум. Вы что, прикалываетесь? Блин, ну реально, это геморрой. Это прям геморрой. Еще и этих тварей же надо перевалить каким-то образом. Да? Так, убиваем стреляющую, сразу убираем. У нас еще есть одно очко действия, давай подходим к козлу. Может быть, сможем ему приложить на следующий ход. Да. Это взорвалось. Ой, тут еще этот сектант, о господи. Мать его, за ногу. Оглушение у моей ебельнички. И тут тупо я постоянно либо под оглушениями, либо под еще чем-то. Но у меня сейчас, скорее всего, убьют персонажи, которые стреляют. Ну типа, что я могу сделать? У меня не перехвата, ничего не было. Просто сейчас, вот козел, кого лупнет, вот там, скорее всего, будет вафля. Ну ладно, лупнул он моего милишника. Так, кольт у меня сломался. Ну, что и следовало ожидать. Дробовик у меня не перезаряжен. Заряжен. Значит, что делаем? Что делаем? Валим вот этого детеныша. Я думаю, взрывом он должен зацепить. Козла, наверное, не зацепит, да? Козла, скорее всего, не зацепит. Зацепит меня, поэтому я отхожу. Он зацепит вот этого товарища. Но ему бы как бы помочь немножко. Чтобы он помер. Не, я козла тоже зацепил. Хорошо. Хорошо. Здесь рядом этот детеныш. Мать его. И, блин, если его убьем, зацепит лануи. В любом случае. Это прям хреново. Так, добить. Дать показу. Можно. Можно добить. Ой, так. Давайте, наверное, наверное, добиваем вот этого. Хотя бы с ним проблем не будет. Итого у нас козел и взрывалка, да? И одно очко действия. Ну, одно очко действия стоит отойти. Сюда хотя бы. Так. Можно попытаться подойти и ударить, но за одно очко действия вряд ли подойдут. Поэтому плану и пока хилить не стоит. Давайте вот этого отхиляем. И второго нашего тоже отхиляем. Вот его. Дикое заклинание, к сожалению, не сработало. И чуть-чуть отойдем. Все равно дальности как бы нет. Ладно, смотрим в следующий ход. Я надеюсь, они 17 хп, блин, двумя персонажами не снесут ему. Если креста не будет, то, наверное, нормально. На шесть. Ой, ну что, если козелка будет, то я новая. И сейчас опять мандовожки полетят. Полетели. Куда деваться? Хорошо. Ударил мне, ну, точнее говоря, не плану и это здорово. Такс, что мы можем сделать здесь? Значит, первое. Валим мандовожек, что мы еще можем сделать здесь? Значит, стреляем. Ну, стреляем. Нет, не по этой. И не по этой. И не по злу, по вот этой. Это первый выстрел. Второй выстрел. Пожалуйста, наблюдение вот сюда. Чтобы когда-то двигаться начала, ты ее убрал. Окей. Такс. Ты. Ты можешь убить вот этого, но он и так в любом случае приползет. Поэтому давай постараемся использовать твои сильные стороны, а именно трубу, ближний бой и вот это вот все. Так. На 8. Нормально. И наблюдение кинем вот в эту сторону. Если подползет. Значит, это у нас тварынка. Хилить. Хилить солоную, конечно же. Ну и, наверное, пока больше никого не хилить. А вот отойти стоило бы, потому что. Потому что могут быть проблемы. Вот так. И вот так. Да, напряжники бой, мягко говоря. Только зла еще 34. Ну ладно, одна взрывалка сейчас отойдет на движение. Магическая защита врагов увеличена, блин. Еще. Этого не хватает. Снова удар по рассудку. Ударишь? Ударит. Но она сейчас взорвется и обоих зацепит. Да? Да, именно так. Но это сейчас на перехвате, свыкнет. Ну что ж, остается один козел. Ну блин, а сейчас опять мотовушки новые полетят. И причем целых три. Две стрелятельных. И этот еще по всем долгам. И оглушение, то есть два хода я еще пропутал. Шикарно, просто, великолепно, нахрен. Вот, ну, 10 и 10 из 10. Я так успеваю их выхиливать и при этом сейчас я еще и протащу урон от всех мотовушек, потому что оглушение. Потому что все весело. Охереть. Ага, у нее еще и закончились, закончилась хилка. Ой, это какой-то базур. Ну да, сюда я подойду только. Ножом может что-то смог попикать. Да, конец хода. Ну а что, у всех оглушения. Хилок нет. Сейчас отсюда еще стрельба пойдет. Она и пошла. Слепота. Замечаю, это у них как каждое движение с каким-то приколом. Возможно, козла зацепят, если этого убить. Так, с хп прям вообще залупа. И оно сейчас еще мотовушек кинет, да? Козел убил. Такая трагедия, нам всем еще предстоит потрудиться. Конечно. Пистолет сломался. Нет, ножом я узнал, скорее всего, убью этого детеныша. Зацепит ли он козла? Да, козла он зацепит, взорвавшись. Значит, отойдем. Стрельнуть я ни с чего не могу, потому что... Банально нет. Козла зацепили на 6. Толку с этого? Так, у это еще, блин, ни хрена нет в загашниках. Нет, просто на следующий ход вот эти плевалки внукла, ну и походу надо перезагружаться. Я так еще и сохранить, загрузить с контрольной точки, начать заново, вернуться в офис. Я нажимал сохранить, ну да. Так выделывался, что первый раз, блин, точнее, я ни разу не умер, ни разу бой не проиграл, но этот бой четко я сливаю. Просто их слишком много. Реально их слишком много, у меня слишком мало оружия. Тут нужно, чтобы у всех было дальнобойное, чтобы хотя бы вот этих взрывательных убирать. Вот. И при этом у всех должны быть аптечки. Так, что мы можем по дальнобойке и куда предложить? У нас есть ружо, ружо, переместить, вот сюда на нож меняем. Пусть она лучше с ружа хоть как-то постреливает, хоть чуточку, и может это чем-то поможет. Аптечки, ну блин, у нее книги, она их использует, у этого трава, если что, есть. Пуль очень мало, наверное, ну блин, стрелять-то все равно придется. Стрелять-то все равно придется. Ладно, попробуем таким образом. Готово, лануем. Сохранение, если что, есть, да? Так, это мы все пропускаем, это мы уже слышали. Ну что ж, погнали. Погнали, погнали, погнали. Да, пропускаем все это. Переходите, пожалуйста, к бою. Я помню, что нужно тебя защищать. Это все, я помню. Ну, первый раз запороться именно на босте, так сказать, наверное, это нормальная тема. До этого бои, в принципе, были достаточно легкие все. Значит так, самое главное, экономить патроны на пистолет. И экономить кольт, из которого можно, во-первых, два раза выстрелить, во-вторых, плюс еще и... Это, как оно называется? Как оно называется? Перехват сделать за одно очко действия. Что очень неплохо. Так, четыре мандовожки. Ну что ж. Ну я думаю, сейчас мы отстреляем их. Наверное, наверное. Так, у нас будет выстрел у... Этого товарища. Будет выстрел у нее, да? А этому можно с перехватом сделать. Значит, тобой мы убиваем ту, которая плюется. Вот эту. Просто подойти и ударить не получится. И, наверное, вот в эту сторону всех игроков своих надо персонажей перегнать. И... А, три очка у нас остается, так как патронов у нас в обрез. Используем обрез, так сказать. Максимально постараемся. Этот будет подбегать, да? Здесь перехват... Ну, тут либо перехват нужен будет, либо этот. Ладно, убиваем вот эту. Тварь. Единственное, что обреза, блин, два патрона-то всего. Взорвались, друг друга не зацепили. А были бы рядом, были бы рядом, конечно, было бы легче. Такс. И у нас еще два остается, да? Пистолетные патроны. Ладно, лупим тебя. И двигаемся. Потому что они с этой стороны будут идти, поэтому надо в эту сторону и передвигать своих персонажей. Тем более он у меня ближний бойщик. Да. Взрыв. Хорошо. И у бабы. У бабы у нас есть ружо. На ружо патронов вроде как более-менее достаточно. Поэтому бабы работают ружом. А ее наоборот, двигаем туда, вот в сторону, в сторону выхода. Она у нас как бы саппорт, поэтому должна от поля боя находиться подальше. Да, завершить ход. Взрыв. Хорошо. Первый раунд за нами. ХП не потеряли, патронов натратили. Сколько на этот раунд мандавошек? Раз, два, три. Три. Я смогу перезарядиться, я думаю, вот этим товарищам. Такс. Убиваем из дробовика. И включаем перезарядку. Правильно. Правильно. Как раз два очка. Есть два патрона. Это здорово. Это взорвалось. Что это, типа, деньги валяются? Такое ощущение, как будто деньги. Тобой убиваем любого из этих. А, кстати, он своим взрывом может достать второго, по-моему. Мне так кажется. Перезарядить можно? Нет, перезарядить нельзя, патронов нет. Он должен достать второго. Отлично. И второго достает. Вот это красота. Один выстрел, два трупа. Это здорово. С этим покончено. Да, но сейчас появится козляриус. Только не снова это чудовище. Это мы уже все читали. Козляриусу надо валить. Удар по голове. Но при этом без оглушения. То есть, тогда у меня уже на первый ход оглушение висело. Три мандовушки. Ладно. Три мандовушки. Это, конечно, плохо, но не смертельно. И, блин, я бабу не успел свою передвинуть. А ее бы хорошо было передвинуть. Так-с. Что у нас по мандовушкам? Наверное, наверное. Три очка, да? Валим эту. Одну мандовушку завалит девочка. Одну мандовушку завалит он. Но при этом я вообще не нанесу никакого урона козлу и остальным. Ладно, давайте попробуем. Попробуем. Одну мандовушку пусть он завалит. Еще одна осталась. А вот кем ее валить? Либо вот этим персонажем, который у нас ближнебойный, сделать хороший. Нет, давайте так, да. Давайте им валим третьего мандовушку. Делаем вот. Жалко, никого не зацепят. Было вообще замечательно. Но тут пока цепляния не будет. Так-с. И двигаемся им, двигаемся, двигаемся. Потому что нам надо сокращать расстояние. Он ближний бой. Да, хочу завершить ход. Взрыв. Сейчас этот подбежит. Но я думаю, до удара не должно дело дойти. У него не так много очков и действия должно быть, наверное. Да, вроде до удара дело не дошло. И можно лупить. Наверное, в первую очередь нужно вот этого товарища опустить. На 12. Неплохо. Неплохо. Одно очко действия остаются. А, нет, пожалуйста, одно очко действия остается. Отойди. Ты у нас дальнобойщик. Ты у нас медик, поэтому не стоит. Не, ну пока бой идет, по-моему, более хорошо, чем в прошлый раз. Хотя, опять же, смотря сколько сейчас выкинет. Три. Три. Три это плохо. Козел сейчас плюнет, скорее всего. Да. Ну, естественно, попал и слепота. То есть у меня уменьшился радиус. И снова три. Нет. Стрелять ты будешь не в него. А, стрелять ты можешь только в него, потому что радиус. Я вас понял. Но тут, по сути, если убить вот эту мандовожку, то, наверное, вторая тоже взорвется. Как мне кажется. Вот. В третью этот попасть не может. У нас есть дробовик. Потому что на пистолет совсем мало патронов. Давайте лупим так. На 15 с критом. И перезарядимся, да. Вот это мы будем поближе подойти. Но выстрел не хочется использовать. А, тут вот так вот, да, у нас. Вот этот еще. Ладно, лупим сюда. Лучше бы он там сзади не тусовался. Подходим на две единички. Это взорвется. И телочкой сейчас еще одну мандовожку. Да, вот эту. Чтобы она взорвалась и зацепила вторую. Я думаю, так должно прокатить. Да, зацепит она вторую. Что замечательно. Один остается. Его мы не используем. Бум. И вторая тоже отошла. Ну да, пока даже хилить особо никому не приходилось. По сути, на следующий ход я смогу убить вот этого новорожденного. У меня останется козел и куча мандовожек. Ага, три на этот раз. Три на этот раз. Козлина. Ой-ой-ой-ой-ой. На 10. Так, тебя сейчас нужно 100% хилить. Зачем я 100% надо будет убивать вот этого. И потом хилить. Каким-то образом. Так, нет. Не в козла. Вот, наоборот. Критонит. Отлично, крит прошел. Замечательно. Пятнашка. Минус товарищ. Это прекрасно. Такс. У нас еще есть два очка. Мы постараемся... Можно в этого выстрелить, в козла. А, только в козла и в этого. У него же слепота, да. Ну, убираем вот эту хватит. Я думаю, я вроде не должен попасть в радио взрыва. Нет, не попадаю. Не попадаю, что прекрасно. Кольт ломается. И кольт сломался, да? Нет, пока не сломался вроде. Такс. У нас еще два... Две твари. Но при этом одну мне нужно использовать сейчас... Точнее, телочку мне надо использовать как киллера. Мне кажется, вот эта не должна добежать прям, чтобы впритык. Поэтому убиваем стреляющую. Вот. Подходим к козлу поближе, так сказать. Ну вот. В следующий раз можем, наверное, ему навешать трубой. А телочкой хилим. Потому что... Потому что тут совсем уже все плохо. Да. Достанешь? Достанет. Отлично. На 18 хп. Но у меня три очка остается. Типа, а что мне с ними делать? Я выстрелить за них не могу. Был бы пистолет, кстати, смог бы. А с ружжом не получается. Ну да, я не прочитал, не продумал. Да, пока так, значит. Пока так. Вроде более-менее. Вроде еще жить можно. Все сыщики должны пойти проверку рассудка. Хреново. У кого-то сейчас отвалится. Единичка отвалилась. Ладно, еще жить можно. Так, возможно, сейчас я эту, кстати, модовошку без выстрела смогу завалить. Ну, то есть ударить ножом и отойти. Козел переключился. А, не переключился. Он дал урон по всем. Ну, три хп. Это нормально. Это жить можно. У этого кольт ломается. И у нас... Три. Блин, ну у него все-все еще слепота, да? Это плохо. Это плохо. Это плохо. Ладно. Даем плюху. На 14 с критом. Отлично. Еще одну плюху дать мы не сможем, но при этом сможем сделать вот такую вещь. Когда эта хрена у нас побежит, мы ее привалим. Такс, у тебя есть волшебная труба с бонусом рукопашного урона. И эту трубу надо использовать, чтобы дать щи на 9. Не так много на 9, да? Ладно, тогда еще раз дадим щи кулаком. Так, где она тут? Надьте в щи. На 2. Ну, тоже не особо много. Такс, что мы с тобой можем сделать? У нее есть кулак? Ну, блин, она может на 4 не ударить просто. Она может просто на 4 не ударить. Я подозреваю. Ну, эту тварь уберут, да? А где еще одна? А, ну, это далеко вообще. Вот эту, значит, надо убирать и отходить. Совсем на грани я здесь, но при этом можно отойти. Нормас. Да, хп пока есть у всех остальных. Да то еще далеко. Реально, если мне вот эти твари взрывающиеся, эти 25 хп бы, ну, вообще без проблем бы срубил... Ой-ой-ой-ой, она добежала до нового поля. Поняли. И валить его в любом случае надо. Она взрывом зацепит моего товарища. Сколько на этот раз выбросил? Еще 2. И там 3. На 10. Сильно. Сильно дюжа больно. Сильно больно дюжа больно. Так. Ну, эти бежать начнут, правильно? Ну, наверное, не совсем понятно, в какую сторону они бежать начнут. Вот. Так, пока валим вот этого. Я надеюсь, мои не попадут? Нет, не попадают они в этот... Ну, и этого валим, что остается делать. Он, к сожалению, моего мага зацепит. Так, одно очко действия. А, ну, в принципе, в принципе, чё, да, вот мы сюда кинем наблюдения, и он как раз и завалит вот ту, когда побежит. Чуть-чуть мага зацепила все-таки. Не 9 было урона, а 11 заход. Уже хоть что-то. Такс, ты у нас... Ну, в теории, ты можешь выстрелить. Вот. Ну, в теории, лучше я поиспользую хилки, потому что мои ребята пострадали. Нет, вот этого в первую очередь. Может, еще и дикое заклинание пройдет. Вообще было бы хорошо. Ну, так, дикое заклинание пока не прошло, но своих ребят мы отхилили. Эта тварь сейчас выхватит, когда начнет бежать. А, не, а вот, гляньте, от нее дикое заклинание прошло, и это убило. Ну, чисто в теории, я просто один патрон сэкономил. Как бы так. Что неплохо. Книга исцеления ломается. Ну, хотя бы один патрон сэкономил, и то хорошо, так сказать. 14 хп у козла, блин. Ну, его надо, короче, валить. Его надо валить. Я думаю, когда он завалится, у этот закончит заклинание. Сейчас мы тебя за ход и завалим. Слепота. В смысле, слепота? И он урон не нанес? А, а как это сработало? Простите. Я что-то не понял. Просто кинул слепоту и не нанес урон. Можно, козел, пожалуйста, каждый ход так делать? Мне прям очень понравилось. Так, сломался. Правильно, правильно. У нас есть дробовик, но у нас нет перезарядки. Так что здесь ход мы заканчиваем. Эти две плени срываются. А наш любитель-водопроводчик использует трубу на тех порчу. На 10 урона. Ну, можно как бы еще, да, долбануть рукой, но крит. Не, пройдет! Прикинь! Ровно на 4, блин, прошло урона. Я думал, он где-то будет бить на 2. Да, главное, короче, козла было завалить, судя по всему. В принципе, можно это сделать было и быстрее, походу. Так, и что сейчас будет? Пока, по-моему, мне кажется, он не закрывает портал, а как-то наоборот призывает кого-то. Такое ощущение. Но при этом, что бы они нам мешали, если мы призывали бы кого-то? Камушки. И все. От метеорит, типа, или что, или как. Вы сделали это. Вы закрыли портал. Надеюсь, вы довольны собой, лишив науку величайшего феномена, который когда-либо был открыт человеком. Да я говорю, это ученая, блин, зараза, сама тварь. И она, и потом, оказывается, самое главное еще. Лануи ранен. Закрытие портала должно быть забрало у него последние силы. Если Лануи смог закрыть этот портал, наверняка сможет открыть его снова. Можете ли вы позволить себе оставить его вживую? Он выполнил свое обещание. Давайте поможем ему подняться. Мы закончили. Давайте выбираться отсюда. Поступайте так, как должны, но теперь мы должны расстаться. Комета, несомненно, распалась на части при входе в атмосферу Земли. Ее осколки могли упасть в других местах. Я должен узнать, были ли из них созданы такие же порталы. Как вы думаете, это возможно? Я не могу знать наверняка, пока не побываю в других местах. Тут нельзя рисковать. Удачи вам в других ваших делах. Теперь у меня есть свое собственное. Вы остались в здравом уме. Вы узнали, что там каким-то образом создало портал в другой мир за пределами Нового Орлеана. Ужасные существа устремляются в залив. Так, собрать три ветки. Дополнительно сделали. Добраться до портала сделали. Закрыть портал сделали. Объясните мне, пожалуйста, а за хрена это до статуи рушил? Я думал, за них тоже какой-то, ну, определенный дополнительный квест будет. Ну, или что-нибудь. Типа в таком роде. Так. Вы же не всерьез верьте этим слухам о ведьме, живущей в заливе, верно? Не сомневаюсь, что там нет ничего, кроме старого заброшенного пустого дома. Ой, что-то ты меня слишком отговариваешь, женщина. Ну, ладно, тем не менее, на этом серию я буду заканчивать. Надеюсь, вам нравится проходить эту игру вместе со мной, с моими комментариями. На лайки, комментарии вы не скупитесь, они бесплатные. Ну, и жду вас завтра на следующей серии. Пойдем искать ведьму в ведьмином доме. На этом прощаюсь. Как всегда можешь, как всегда. Пока-пока.